В анонсе Владимир Анархист, Владимир Исследователь Веб 3.0, IT-предприниматель с большим стажем и все остальное по списочку вопросов, которые я ему отправила, нам Владимир расскажет о себе и о своих взглядах и о разном. Владимир, давайте начнем. Да, давайте. Ну вот на самом деле сейчас все, что перечислено, я так думаю, что для 99% населения Земли звучит как набор фраз без пояснения. Ну, по крайней мере, скажем так, обычно в интер, когда делают, люди так, ну да, ну вот какой-то чувак пришел о чем-то поговорить. Поэтому я, наверное, поясню. Да, давайте сначала про инвелок, чтобы не забыть. Потому что как раз все вопросы касаются этой сферы, да. Коротко про проект, чтобы было понятно. И, в общем-то, наверное, в конце плюс-минус будет ясно, о чем здесь. Сразу покажу, что я такой адвайзер наоборот. Ну, то есть адвайзер это как бы советник, да, то есть человек, который что-то должен делать для того, чтобы пушить проект, то, что называется на языке рынка. Я, скорее, занимаюсь немножко другой историей. Я пытаюсь и всегда все проекты собрать так, чтобы они входили в ту философию, которая мне близка. Ну, то есть я в частности про веб 3.0. В общем-то, там как раз стоял вопрос, почему инвелок. Потому что инвелок – это как раз малопонятный проект для людей, которые не коснулись веб 3.0. Вот когда человек просто приходит, спрашивает, да, что такое там инвелок, ему отвечает, это работа там с обернутыми, ну, с NFT, ну, да, круто, и все. И вот дальше у человека обычно ничего не происходит, кроме пауз. И по одной простой причине, потому что веб 3.0 сам по себе, достаточно явление молодое, да, в NFT именно в том виде, который сейчас есть, как такая дополненная вещь, еще моложе. Ну, и, в общем-то, все эти рынки, которые так или иначе этого касаются, они супер молоды. Собственно, поэтому сегодняшняя тема и все вопросы, они касаются того, что будет в течение 3-5, ну, до 2030 года. Давайте вот так, да. Вот. И поэтому мне интересен проект. Он сложный, он во многом запутанным, он во многом делает ставку на инновацию, и, соответственно, за то, чем я занимаюсь. Вот это вот коротенько, чтобы не забыть. А теперь можно по основным вопросам. Единственное, с какого начать, скажите мне, я начну. Давайте начнем таки с веб 3.0. Уже про него мы несколько раз сказали. Я думаю, начнем с него. Потому что даже мы, думая, что мы в нем понимаем все, скорее всего, это не так. Очень такая разносторонняя сфера. Поэтому давайте начнем с него. Давайте. Веб 3.0. Да, понятие многогранное. И здесь есть, ну, мне кажется, 4 основные ошибки, да. Первая ошибка заключается в том, что вот и в том числе родоначальники этого понятия, они эту ошибку совершили, в том, что вот был веб 1.0, да, потом был веб 2.0. Ну, и логично, что вот появился веб 3.0. И поэтому дальше мы давайте найдем с вами отличия, которыми этот веб 3.0 можно обозначить как через ряд признаков. Вот этот подход совершенно неверный в том плане, что веб 3.0 – это, ну, во-первых, мультисеть, да. То есть если сейчас мы с вами находимся в интернете, и вот, не дай бог, что случится с телеграмом, то, собственно, потом придется искать следующий мессенджер, а канал в связи все равно будет один. Веб 3.0, он предполагает многоканальности, да. И вот в том числе есть порядка уже пяти, получается, рабочих групп, которые я создаю, участвую, которые занимаются динамическими межсетями, да. Ну, статические межсети – это типа Helium, когда вы ставите оборудование, и оно может работать как в сети интернет, так и помимо этого. Вот, а динамически они, соответственно, не имеют определенной геолокации и там по разным параметрам возникают. Но это очень хорошо себя проявило в Гонконге, отчасти плохо себя проявило по понятным причинам в Казахстане, но, тем не менее, такая штука есть. Вот, поэтому интернет сюда уже на Веб 3.0 накладывается просто как часть на целое, да. Поэтому Веб 1, Веб 2, они как бы здесь есть присутствуют, да, окей, но не более. Второй момент про Веб 3.0, который нужно понимать, что первая эпоха Веб 3.0, она фактически закончилась, я считаю, что успешна, с достижением первой, первого положения мультиблокчейновости и вообще кросс-механик различных, да. Почему? Потому что фактически мы с вами создали децентрализованный бэкэнд. Вот сейчас все знают, идет в том числе криптоиндустрия, да, блокировка по так называемым санкциям. Еще об этом, я так понимаю, мы поговорили сегодня. И, соответственно, на бэкэнде все пишут, мы ничего не можем сделать с бэкэндом. Uniswap это писали, MetaMask это писали, OpenSea это писали. Почему? Ну, потому что бэкэнд полностью децентрализован. Он состоит из блокчейна, дальше идут поколения второе, третье, потом мы подбираем всегда к системам, к социалистическим играм. И, в общем-то, ничего с этим, правда, поделать нельзя, потому что заблокировать там 5, 10, 15 тысяч компьютеров, которые распределены по миру, одномоментно очень сложно, а не одномоментно это бесполезно, потому что, ну, поднять ноду это тоже какое-то обозримое время, и, соответственно, вы ничего этим не добьетесь, да, отключите 10, подключится 20. В общем-то, это доказанная система. Третья история, которую надо знать про Web3.0. Web3.0 это вообще про технологии примерно на 1%. Дальше это, собственно, про философию. И вот до 2022 года, там, лет 5 к ряду я это повторял, ну, в общем, люди так тоже послушали, ну, вроде как, странно, да, что какой-то там парень, который там занимается бизнесом, говорит про какую-то философию, хотя вот мы пришли тут про технологии поговорить. А на самом деле в 2022 году это стало ясно, ну, яснее ясно, да, то есть если вы держите деньги в криптовалюте, у вас нет проблем с международными переводами, да. Если вы занимаетесь, соответственно, и понимаете, как работают сети помимо интернета, в глубине интернета, там, да, сверхинтернета и так далее, у вас тоже нет проблем даже при, собственно, при каких-то больших векдаунах. Если вы, соответственно, в 2022 году понимаете, что мы вступили там в постковидную эпоху, да, и есть какие-то вещи, которые касаются ограничения прав и свобод, то вы тоже с этим умеете жить. Почему? Потому что веб-3.0, он помещен в недоверенную среду. Вот первый в мире инструмент, который был создан для работы в недоверенной среде автоматически, это блокчейн, да. И, соответственно, веб-3.0 весь построен на этом. То есть абсолютно никому не доверяя, вы можете управлять финансами в DeFi, вы можете управлять организациями DAO, вы можете создавать те самые сети, вы можете работать с сущностями, которые не являются взаимозависимыми там, да, но являясь как-то там горизонтально, например, связаны. Вот это третье, что нужно знать, собственно, о веб-3.0. И последний пункт, наверное, который скажу, потому что здесь очень много всего можно перечислять, что у веб-3.0 есть еще одна потрясающая вещь. Он имеет в себе встроенную экономику деяния. Это самая большая в мире на сегодняшний день экономика. Она, опять же, мне долго и нудно приходилось об этом рассказывать. В 2017 году мы тестировали такой сервис BitWalking. В 2017 году у меня на блокчейн-курсе один из таких маститых предпринимателей региона, он сделал Спорткоин, и в 2018 они его запустили. Ну, тогда он взялся HealthCoin. Сейчас появился Степан, и все, вот люди поняли, да, что экономика деяния – это когда ты делаешь что-то полезное для какой-то системы, да, и, соответственно, получаешь с этого деньги. То, что Степан построен там в виде пирамиды или чего-то еще, сейчас речь не об этом. Самое главное – понять, что деяние – это действие бездействия, да. Вы не совершаете какое-то действие, которое наносит вред, например, для экологии, получаете токены, да. Сейчас очень много занимается токенизацией деревьев. Ну, в частности, я в этом тоже как-то пытаюсь участвовать и так далее. Вы совершаете какое-то полезное действие, ну, например, убираете мусор, вам за это сыпятся токены. И вот экономика деяния, она примерно во столько же больше экономики услуг, во сколько экономика услуг была больше, чем экономика промышленной революции, да. И, собственно, а может быть даже еще больше. То есть она больше, как минимум, рынка деривативов, которые сегодня существуют. Это самый большой рынок в мире, больше, чем 800 миллионов. Вот эти четыре тезницы. Если вы знаете про Web 3.0, то вы сразу понимаете, что, в принципе, здесь, ну, вот есть такое понятие, да, голубой океан. Вот здесь их огромное количество, это не океан, это целая планета океана. Вот, поэтому в Web 3.0 интересно заниматься, и это перспективная проблема. Ну, пока все. Давайте вопросы, может, еще. Ну, тут немножко, наверное, стоит уточнить для людей, которые не очень понимают, о чем речь и что такое Web 3.0. Наверное, я так понимаю, вы имели в виду то, что на перспективу это огромная экономика, потому что сейчас то, что представляет блокчейн, это капитализация меньше, чем у Apple. Вот, это ошибка, о которой я сказал. Мы оцениваем новую экономику через старое. Так никогда не делается, потому что тогда каждая новая экономика всегда будет меньше предыдущей. Всегда. Ну, так случилось. Были землевладельцы, да, у них была земля, и они были самыми богатыми людьми в мире. Потом появились то, что у нас в стране называется капиталисты, да, буржуа. Они стали делать, соответственно, производство. И у тебя мог быть очень маленький клочок земли, но ты был сильно богаче очень многих разоренных аристократов. Если ты считал в земле, то как бы земли у тебя нет. И ты, на самом деле, ничего этого не делаешь, и, соответственно, ты вроде как бедный. Но по факту нет. И, в общем-то, последние 500 лет эти две основные вещи, две основные экономики, они между собой как-то там пытались ужиться. То же самое касается блокчейна и веб-принамент. Блокчейн – это часть экономики Деяния, да, часть того механизма. И, соответственно, если его оценивать через капитализацию, через доллары, например, то да, тогда да. Но, на самом деле, экономика Деяния, она говорит нам о том, что один биткоин – это один биткоин. Это значит, что у кого есть хотя бы один сатошик, он, соответственно, принадлежит к этому кругу, и он, соответственно, вот так измеряет свой биткоин. Измерять в долларах – это бесполезно. В долларах сейчас биткоин упал, когда-то он стоил, там, сколько он доходил, не знаю, 69, наверное, тысячи, да, так, 65 тысяч. Сейчас он стоит сколько, я не знаю, 30, 25, 10. Да, экономика обрушилась. С точки зрения внутренней экономики ничего не случилось. Вот это вот прям очень важный фактор. То есть понять, что эта экономика, она имеет внутреннюю ценность сама по себе. Вот такая штука. Но как получается перенять это видение? Как видеть ценность биткоина внутри самой сети биткоин? Я вот могу привести такой пример. Например, возьмем NFT, Artboard, Ягдклуб. Там ценность понятна внутренне. Это такая закрытая система, которая позволяет тебе какими-то благами пользоваться внутри этих токенов. Вот если говорить конкретно, например, о биткоине, как части Web3 или каком-нибудь токене, который уже строит сам Web3, например, в Авроре с мостами, то как можно оценить эту ценность в отвязке от классических финансов, например, тех же, да, фиатных денег? Ну, оценить достаточно просто. Вот у меня есть услуги, да, я в основном оказываю услуги. Я не делаю работы, не произвожу, ну, мало, скажем так, произвожу товаров. 99,9 в периоде моего дохода – это услуги. Вот я когда-то оценил час своих услуг в энном количестве эфира, да, и, собственно, с тех пор она только, ну, вот в эфире она увеличивается. То есть это сугубо, как нам проповедует австрийская школа, соответственно, вот ты назначил, у тебя есть субъективная ценность, ты как бы ее определил. Посмотрите, я приведу пример, чтобы было понятно, что это не какая-то голая теория. По поводу биткоина, да, вот опять же, этот тезис там, я, ну, 2012 года я в рынке, и, соответственно, там, в 2014 году на митапах это было слышалось и сейчас, и там 10 лет назад, и все по-разному слышалось. Но сейчас у нас есть конкретный пример. Вот человеку надо сделать международные переводы, он может биться головой об стену, но из России в многих случаях, например, он не может этого сделать, да, если он берет классический инструмент. То есть он берет биткоин, да, и тогда ему приходится переводить уже, соответственно, доллары, ну, там, рубли в доллары, доллары там в USDT или в биткоин или еще что-то. И вот он берет старые экономики. В какой-то момент времени он до него походит, когда он делает там 3-4-5 переводов, когда он понимает, что он и свои услуги тоже может оценить в биткоине. Ну, вот, собственно, тогда все как бы и скрещивается. Первое, что это было, это было с асиками, да. Вот их оценили, вот они в биткоинах сколько-то там стоят, вот хочешь закладывай, потом ты считаешь норму выработку, соответственно, этого асика, и у тебя получается полностью замкнутая экономика. И, соответственно, биткоин, это как сеть, да, с большой буквы, это первое большое DAO, а вот майнинговая сетка с продажей, с логистикой и так далее, это первая, собственно, встроенная вот эта вот экономика без оценки к фиату. И, в общем-то, нормальные майнеры, многие перешли на эту систему, не жалуются. То есть, ну, здесь нет проблемы, кроме как одной, как субъективно это принять, это сложно. Это просто вот такая большая ломка, что ли, между эпохами. Да, спасибо, но по факту получается... Вопрос-то вот, наверное, в чем, как, да, как, да, в каком вам кажется периоде эта масса адапшн будет настолько велик, то есть, когда мы перестанем, то есть, наверное, здесь проблема в том, что мы привыкли в рублях, долларах, в чем-то еще. И масса адапшн сейчас не очень большой, да, то есть, людей, как вы вправе сказали, 99% людей, которые у нас сейчас послушали, сказали бы вообще, о чем они говорят-то. Вот вам как кажется, насколько скоро будет всем понятно, что это все надо в биткоинах, что это все удобно? В 2000... Без фиатра, я помню. Вот как вам кажется, это реально? Да, сейчас, три тезиса. В 2017 году я давал интервью на радио на одном, и там, ну, шел разговор со слушателями, ну, как обычно они звонят, да, и задают тоже вопросы. И, собственно, я там рассказывал с упоением, это было еще, получается, весна, я написал книгу обойтись его, и там как раз было интервью. Вот, это было весной, значит, получается. И, в общем, ну, я рассказываю и так далее, и так далее, и вот там один человек звонит, говорит, ну, послушал меня, что-то там сказал спасибо, говорит, я лучше ремонт в туалете сделаю. И вот я в тот момент в очередной раз задумался, почему так происходит, да. На самом деле объяснение очень простое, потому что люди в большинстве своем, да, они живут с запозданием. То есть, если мы с вами живем там в экономике услуг, да, то многих людей, в принципе, эта экономика услуг до сих пор не волнует. Они до сих пор считают, вот даже зайдя в какие-то бизнесовые паблики, ты начинаешь считать, что надо строить заводы, пароходы и все остальное. То есть, это экономика, которая как бы нас возвращает 150 лет назад. А еще большинство людей считает, что вот надо, чтобы была земля и, соответственно, там, ну, не знаю, там, еще возвращаемся, еще ниже, да, в земледели и скотовоз. В этом нет ничего плохого, это все сосуществует. Но история заключается в том, что весь масс-адопшн, он еще и для экономики услуг-то не произошел. Люди пользуются, они не понимают, что они пользуются самой большой экономикой в мире, они все равно настаивают, что, ну, вот, надо так. Потому что здесь зона риска выше и так далее. В этом плане нужно понимать, что никаких иллюзий, ну, вот, у меня лично точно нет, да. Это первый тезис. Второй тезис заключается в том, что масс-адопшн, на самом деле, крипты, он произошел вот в 2022 году прямо окончательно, да. То есть, если крипто-офшор начал формироваться в 2020 году, и вот 10 лет пройдет, и мы будем иметь полноценный крипто-офшор, потом надо будет придумать что-то по-новой, то в 2022-м масс-адопшн полностью произошел. Почему? Потому что санкции были приняты ко многим странам сразу. И многие страны сегментарно сначала были отрезаны от интернета, потом сегментарно отрезаны от финансовой системы. И все, у людей в сознании поменялось, что однажды это может случиться с ними. Ну, вот, любой умный человек об этом задумывается, да. И, соответственно, производство почему начало расти, да, потому что были революции там в Голландии, потом в Великобритании, потом в США, потом в Франции. И люди поняли, что вот голод их может физически убить. Они начали, ну, что-то делать еще, помимо того, чтобы сажать там картошку, да, как в Ирландии. И здесь то же самое. И, соответственно, масс-адопшн – это всегда какой-то процент населения, который этим занимается. Ну, посмотрите, вот сколько занимается в мире, там, например, IT, да. Вот нас там 8 миллиардов, вот сколько занимается IT. Это достаточно низкий процент. И при этом сколько из тех, кто занимается в IT, они, как бы, всю вот эту экономику воспринимают, как некий замкнутый сам на себе фактор, да, этой экономики. И третий тезис, который тут надо еще понимать, что многие люди, понимаете, вот здесь самый, это тоже важный тезис про ВЕК-3.0. Многие люди считают, что они являются единственными участниками экономики. Понимаете? Многие школы, в том числе вот австрийские экономические школы, они учат о том, что экономика – это про людей. Так вот, экономика деяния, она вообще про всех. Про все устройства, про все боты и так далее, и так далее. Если вы посмотрите на то, сколько функционирует, да, то, что я называю сабжитовый, соответственно, субъектно-объектную вот эту сущность, то людей-то сильно меньше, да, то есть у нас 8 миллиардов, их 30, и они быстрее подключаются к интернету и, соответственно, ко всем сетям вне интернета. То есть поэтому интернет вещей – это отдельная сеть уже фактически, да. Сейчас еще функционирует на интернете, но будет не так. И поэтому, в принципе, масс-адопшн уже произошел. Другой вопрос, что человек это не заметил. Но это проблема человека, понимаете. Вот. Соответственно, эта экономика, она и по количеству акторов сильно больше. То, что мы не хотим принять это, ну да, мы просто привыкли, что человек – это божье творение, да, и мы как бы первое место на Земле занимаем. Вот. Но как в книжке писалось «Автостопом по галактике», мы сильно ошибались, да, мы были на третьем месте. Ну вот, собственно, здесь точно так же. И это прям важный фактор, который, ну, стоит понять, если мы хотим дальше развиваться. А вам кажется, что вот как-то мы к санкциям этим перешли. Вот то, что сейчас произошло с, ну, конкретно отдельно взятой Россией, или, то есть, с одной стороны, да, отрезаны от финансовых потоков, но, с другой стороны, люди почувствовали, что их могут выпилить там, не знаю, с Binance или с какой-то еще биржи. Какие-то блокчейни занимаются тем, кто сейчас занимается отслеживанием транзакций, чтобы кого-то куда-то не пустить, составить эти черные списки. Вот эти криптосанкции, они ухудшат ситуацию в МОСАДАПШИНе или, наоборот, улучшат? Как вы считаете? Для Web 3.0, конечно, лучше, потому что все, что вы проговорили, это все про Web 2.5, да, то есть, это переходная форма, OpenSea, MetaMask и вся эта история, она к Web 3.0, ну, вот, боком, да, наверное, подходит. Но это примерно как вот я всегда, ну, не всегда, а последнее время привожу пример, что Web 2.0, да, это про плоскость. И вы, в принципе, в плоскости можете много чего сделать. Но дело в том, что человек в плоскости родиться не может, потому что если вы нарисуете человека, то вот у него изо рта в пищевод будет одна сплошная дыра, он просто будет разделен, ему надо объем. Вот Web 3.0 про объем. Поэтому, собственно, люди, да, они понимают, что, ого, меня, соответственно, биржа заблокировала, а почему так произошло? А потому что она кастидиальная. Что такое кастидиальная биржа? Ага, а что такое некастидиальный кошелек? Ага, а это вот так. И, соответственно, вот этих людей, я еще раз и говорю, что в 2022 году людей, если мы имеем в виду масса adoption людей, он сильно возрос именно в этом периоде. Потому что сейчас, да, люди поняли. Сейчас, если MetaMask установить 3-4 года назад, это была прям проблема, то сейчас это, в принципе, куча мануалов, куча видео. Почему так происходит? Ну, потому что люди ставят, потому что те же NFT-шки куда-то, они хотят сохранять, потом они приходят. И раз у тебя с MetaMask исчезли NFT-шки. Ты такой, что случилось? Это непонятно, да? Это просто OpenSea, там сайты поигрались. Вот. И, собственно, поэтому масса adoption именно чистого веб 3.0, конечно, возрос. И дай бог, чтобы все-всех блокировали. Потому что веб 3.0 еще одна отличительная черта. Веб 3.0, ну, не нужна субъектная репутация. Она есть, но она не нужна абсолютно. Без разницы, как вас зовут, что вы делаете. Главное, приносите вы пользу системе или не приносите. Это прямо везде сейчас работает, да? Аиродропы, которые постфактум раздаются, это транзакционная репутация, да? Сатоши Накамото. Никто не знает, что это за чувак. Он пришел, сделал хорошую вещь, всем все подарил, ушел. Все. Имеет огромную репутацию, потому что его транзакции возымели действие, да? И так далее. И вот, соответственно, с этим надо как-то жить. И люди просто-напросто психологически сейчас ломаются, потому что, ну, вот мы привыкли, что вот так. Вот решение принимается вот так, экономика сделана вот так. И поэтому короткий ответ, да, криптосанкции – это плохо с точки зрения идеологии, да? Но, соответственно, они и не работают, понимаете? Есть такая вот система кварковой связи, да? Когда ты их разрываешь, они больше соединяются. Вот здесь то же самое. Чем больше санкций, тем быстрее будет развиваться в этот тренаж. Да, можно с этим согласиться. Но вам, ваше мнение, опять же, про 3.0, что именно этот путь должен помочь преодолеть кризисы, те, которые мы сейчас наблюдаем, политические, экономические. Ну, смотрите, опять же, четыре простых тезиса. Давайте вот про кризисы. Мы сейчас немножко с другого конца говорим. Я хотел два сказать, но раз мы так начали чуть по-другому, поэтому четыре давайте освещу. Первый тезис, да? Что такое кризис? Вот у нас есть четко установленная система архаичная, которая организовалась там, ну, там несколько сотен лет назад, да? И, соответственно, она предполагает сборы, налоги. Потом появился в начале 20 века налог на что инфляция. То есть, как бы допустили так, что чем большой кризис, лучше давайте мы будем платить его потихонечку и, соответственно, ну, стоимость на оценку, да, перерасчитывать. Не сработало. Все равно возникли кризис. Ну, и потом они, соответственно, уже там за собой тянут голод, войны и все остальное. Вот кризис 2018-2022 года я прогнозировал. Именно исходя из этого базиса он, к сожалению, случился. И, соответственно, вот теперь, отвечая на момент, да, второй тезис, как веб-3.0 это решает? Веб-3.0, если мы принимаем, что это не просто плоскость технологии, а социальная плоскость, то есть определенный тип философии, да, и, соответственно, культурная плоскость, то есть некий культурный культур. Это когда я прихожу с человеком и говорю, ты вот разделяешь вот эту систему ценностей, там, не знаю, какой-то, какого-то дал. Ну, да, разделяю, все окей. Вот. И дальше мы, соответственно, уже там согласимся и работаем дальше. И веб-3.0, соответственно, встроен в эту систему следующим образом. Он может не реагировать никак, это вот возвращаясь к тезису, который я озвучил ранее, никак на фиатные колебания. То есть, если вы внутри своей токеномики огромной делаете свои вложения, то вы, в принципе, не проигрываете. Почему, например, родился рынок DeFi, да, в 2017 году он был, ну, просто капелюшечный. На него также, когда я рассказывал про DeFi, тогда это даже не так называлось, ну, не важно, соответственно, про банкор и так далее, люди так же смеялись, как примерно про майнинг в 2012 году. Почему? Потому что к концу 2017 года стало понятно, что рано крайне-найпоздно в Сиате все равно начнет схлопываться. И где-то к февралю 2018 года это произошло, и все, дальше пошли мы просто падать и падать и падать. И люди поняли, вот если ты держишь свои деньги, холдишь их, да, то тебе же ведь надо, чтобы они как-то работали. И, соответственно, так появился все равно децентрализованных финансов, где ты можешь там стейкать, потом фармить, потом куда-то перекладывать, выпускать какие-то там стейблкоины. Экономика заработала, то есть внутри, да, то есть уже, да, люди пытаются все еще привязаться к доллару, ну, психология так работает, но, тем не менее, она пошла как бы вперед. И, соответственно, вот в этом плане Web 3.0 уже стал хеджем кризиса. То есть, если вы в какой-то момент времени, там, 2018 года пришли, купили себе биткоин, он сейчас колебается, там, в фиатных вещах невозможно. Но в биткоине вы бы все равно получили больше. Почему? Потому что вы сейчас уже можете не просто биткоин держать, а, например, можете сделать его в РОП биткоин, да, в РОП BTC. И, соответственно, заложить его и в DeFi получать еще проценты, эти проценты потом перезакладывать, какие-то проекты влаживаться, да, ну, и, собственно, и так далее. И вот четвертый тезис, получается, который из этих трех вытекает, он говорит нам о чем? О том, что рукотворные кризисы, они, ну, вот все, Web 3.0 с ними может побороться. Другой вопрос, что человеку, вот здесь психологически ему сложно, предпринимателю, может, нет, а вот стандартному простому человеку, который не предприниматель, ему надо смириться с одной простой мыслью, что какие-то кризисы в жизни все равно неизбежны, понимаете? Ну, то есть, когда естественный кризис случается, да, вот он, в принципе, систему никогда не убивает. Ну, Насим Талиб это назвал антихрупкостью, да, то есть, когда ты каждый раз потихоньку ранишься, потом тебе руку не отрезают в конце. Вот, собственно, Web 3.0, он ровно про то же самое, да. И системы друг друга хеджируют. Ну, вот мы видели последний пример, это Terra Luna, да, то есть, там, ребята, пошли стандартным путем, они решили совместить Web 2.0, как бы, сущности, Web 3.0, сущности, их, как бы, поженить, да, то есть, они, если бы они сделали, что у тебя просто есть Terra и есть некий стейблкоин, привязанный к стоимостьной оценке этого, собственно, токена, да, окей, это бы работало. Ну, они взяли еще, прицепили туда доллар. Ну, и все, и, как бы, вот эта система, она опять превратилась в тыкву, да. Поэтому все переходные системы, они, ну, как бы, Web 3.0 им не поможет. Они будут так же страдать, умирать и все остальное. Web 3.0 сам по себе, да, вполне себе достижимая штука, чтобы он поборол с кризисами с искусствами. Вот, кстати, по поводу... Сегодня читал там сообщения, буквально вот за час, может быть, до сессии, да, нашей сегодняшней, и увидел, что в корейском языке слово зима и слово зеркало, они очень похожи. Ну, там, отличаются буквально чуть-чуть в произношении. И, соответственно, что такое зима? Зима – это когда у вас все лишнее отпадает. Это я вот вам, как северянин со стажем, да, в 35 лет говорю, что, да, на севере я долго жил. Ну, и, соответственно, что отпадает, все не нужно. Вот прям у вас листья не нужны на зиму, все, идите вон к черту, да. Корневая система должна работать там в одну десятую оборота, пусть работает. Вода должна замерзнуть, пусть. Рыбы не должны там питаться насыщенным кислородом, пусть. И ничего, природа выживает, да. То есть выживают самые приспособленные, стойкие, самые активные и, самое главное, самые развитые. Вот то же самое происходит в каждую криптозиму, так называемую, да, с рынка. Первая криптозима наступила тогда, когда был кипрский кризис. Люди поняли, что деньги у них могут реально отобрать. Отжали эти деньги у них на депозитах. И эти депозиты пошли переливать, соответственно, в биткоин. И, в общем-то, с того момента ничего плохого с рынком не случилось, кроме того, что умерли его централизованные ресурсы. Я имею в виду, в первую очередь, МТГОКС, да. Вот МТГОКС померла, и, в общем-то, с того момента люди поняли, что централизованные биржи, что-то с ними не так. И вот я помню свои разговоры про ДЕКСы. И, в общем-то, людям это все не нравилось. Но сейчас есть очевидный факт, что за последние там несколько лет в тысячу раз возросла там ликвидность, и она только растет. Ну, если еще ДЕФИ взять, и туда смешать с ДЕКСами, вообще получится очень все красиво и хорошо. Почему? А потому что, соответственно, те продукты, которые были негативные, они как бы выброшены. Да, есть до сих пор и Бинанс есть, и Кракен, и все остальные. Но есть альтернатива. Чистая веб-3.0 альтернатива. Вторая такая большая зима. Я там про маленький период будет говорить. Это 2018 года. А там, соответственно, многие связывают с тем, что отсеклись как бы ICO-скамы. И вот тут беда людей есть, что мы до сих пор доверяем государствам, правительствам, СМИ и т.п. и т.д. Но на самом деле любой человек, который возьмет все ICO, которые были, ну, они же открытые, да, они же собирали деньги на кошельки, и проанализируют, и он поймет, что на самом деле ICO – это величайший рынок, который намного превосходит банковское кредитование, ну, если, чтобы вы понимали, там, банковские кредиты померяне отдают в разный период, там, 25-27%. Вот. Он сильно превосходит рынок VC, и, собственно, поэтому на него так сильно надавили, потому что вы… Такая интересная штука, что в 2018 году нам, висишники, ну, я имею в виду венчурный капитал, да, доказывали, что ICO – это плохо, вот. Но с 2018 же года начинаются вложения, самые крупные, ну, конец 2020. 17-го, начало 2018, самые крупные вложения венчурного капитала в ICO. Вот, собственно, ребята из Солана и все остальное, там, мир, да, это все абсолютно VC-продукты, Uniswap и так далее, OpenSea, вот. То есть они как бы всем говорили, что это плохо, а сами как бы делали наоборот. Тоже делали самые банки, да, JP Morgan, Goldman Sachs и так далее, они все критиковали, с 2014 года еще начинают. И, в общем, сейчас они все свои продукты перевели, так или иначе, с криптой связанную, да, другое дело, как они там это провернули. Поэтому будет ли криптозима, надеюсь, что да. Это короткий ответ. Второй, наступила ли она, я не знаю, потому что, ну, меня это не сильно волнует. У меня все равно доходная часть в крипте. Вот, у меня есть какая-то часть дохода, которую я получаю в USDT, вот. И все, что я могу превращать потом после этого, этой фиатной части в криптовую, я, ну, соответственно, превращаю, насколько я это могу. Вот. И третий текст, который я должен сказать, что в этот раз уже немножечко другой рынок. Здесь есть уже VC-капитал, соответственно, они будут выжимать до последнего эффективность своих продуктов. Ну, чтобы вы понимали, биткоин, по факту, вот, если посмотреть, он развился с нуля. Ну, никаких супер вложений на начальных стадиях там не было. В эфир вложили уже 18,5 миллионов в ICO. Вот. Я в том числе участвовал. А в ту же салану вложили там уже 500 миллионов плюс. Да. И, скорее всего, больше. Ну, вот сделок сколько там проведено. И, соответственно, это говорит о чем? О том, что маржинальность, она резко снижается и, соответственно, будет выжимать все соки. В общем-то, Terra Luna это подтверждает, да. И в этом плане вот наступит ли криптозима или не наступит, не сильно важно. Ее будут добиваться. Потому что, ну, сейчас такие плюсы можно получить только играя в шорт. Ну, вот это мое мнение. Наверное, да. Наверное, наступило. Не знаю. Ну, есть теория, что мы уже минимум полгода в криптозиме, это и парахтаемся, а кто-то говорит, и год. А вот, кстати, по поводу ценности таблкоинов в ICO3. Как вы ее видите? Если брать ту же Terra Luna, ну, например, была бы она привязана не к доллару, а к чему-то еще и зависела от LUN. По сути же, она зависела от LUN и была привязана к ее цене. То есть, чтобы не терялась ценность этого стейблкоина, как это вообще возможно? Ну, если брать алгоритмические стейблкоины, их сейчас довольно много, она плодилась, тот же Мир, недавно выкатил трон, и все они, в принципе, примерно одинаково работают. Единственное, что в некоторых есть обеспеченность. Если этой обеспеченности нету, то как бы это могло спасти ту же LUN от краха, если бы она была не привязана ни к курсу доллара, ну, а к чему-то еще, например, к той же LUN. При этом, чтобы она не теряла саму ценность, стабильность. Это очень просто. На самом деле, опыт LUN как раз доказывает то, что это бы и работало, потому что участники до сих пор продолжают ее выкупать, несмотря на то, что она обеспеченность к нулю. И как раз вот проект Envelope, с которым мы начали, ребят занимаются обеспеченными деривативами, ну, и, по крайней мере, это в моем видении. Три давайте пункта выделим. Первый пункт. Если у вас есть привязка к внутренней ценности, соответственно, вы создаете меновые операции и, соответственно, вам не обязательно искать какого-то посредника. Что такое токенизация? Токенизация – это натуральный оцифрованный обмен. То есть мы сейчас с вами вернулись в первобытный общинный строй, когда не было денег, понимаете? Биткоин – это деньги, да, то, что называется звонкая монета. А вот токены – это токены. И, соответственно, сколько я назначил в токене одном, да, ко второму токену столько оно и будет, дальше решает, соответственно, рынок. И, соответственно, когда у вас нет фиатной привязки, то у вас нету давления никого, кроме как держателей токены. Заинтересованы ли держатели токенов в быстром их исчезновении? Да, если такая возможность есть. Но ее достаточно просто решить, да. Ну, берешь, делаешь там аналог на 5 лет и с каким-нибудь выходом там постепенно. Поэтому здесь вот к этой надо системе ценностей привыкнуть. Вот я сказал, что моя там, не знаю, мой велосипед стоит одну корову. Ну, вот хочу я так. Вот хочу я, чтобы он стоил одну корову. Не хочешь – не бери мой велосипед. Но как только появляются деньги, вы сразу же привязываетесь к ним, а не к корове или к велосипеду. И вот это тоже чисто психологический момент. Потому что алгоритмические стейблпоины, их проблематика и тех, которые увеличивают эмиссию, и тех, кто держится, когда и там, да, на сжигании и доп. эмиссии и так далее. И вся проблема заключается в том, что они все равно ищут единицу в фиате. Это неправильно. Индексы крипторынка должны состоять из, соответственно, обеспеченных деривативов крипторынка. Никак иначе. Вот пока рынок до этой волны не дойдет. Сегодня Виталик, вчера я, по-моему, читал, недавно выпустил статью про Sol. Он уже, в общем, сделал четыре шага, три шага из четырех до того, чтобы рынок обеспеченных деривативов появился. Я думаю, что как только Виталик напишет четвертую статью, да, и, в общем-то, это станет вот то, что мы говорим про масс-адопшн, ну, наверное, тогда люди сделают, да, алгоритмический стейллпоин, не привязанный к фиату. Будет ли он торговаться, ну, можете ли вы свой велосипед в итоге продать за фиат? Да, может. Но это никак не нарушит товарооборот. Вот это надо понять. Потому что все опять фиатная корзина. Но ценность стейллпоина в том, что он всегда стабилен, то есть, а рынок волатилен. К чему его нужно тогда привязать, даже если брать криптовалюту, или вообще ничему не привязать, чтобы он сохранил свою стоимость единицы условной? На рынке есть уже стейллпоины, просто их мало кто рассматривает. Ну, например, сложность биткоина. Она перерасчитывается, да, до 2016 блоков. Вот. Собственно, этим самым у вас создается стейллпоин постоянной эмиссии в 10 минут. Блок. Вот и все. Пожалуйста, у вас стабильная монета, которая выдает... Дальше, киловатт-час. Монета стандартная. Это самый лучший стейллпоин в мире, который существует. Мы все, когда ходим, кушаем, спим, мы производим какое-то количество энергии, потребляем какое-то количество энергии. Мы, когда производим транзакцию, мы затрачиваем какое-то количество энергии. Вот вам еще один стейллпоин. И их полно. Просто мы привыкли оценивать все в долларе. Это не говорит о том, что это единственная мера стоимости. О, кстати, это интересно. Спасибо. А если брать веб-3 DAO, как вы раньше затронули, то есть же такое, что у человека две такие особенности, которые волатилят этот рынок. Это жадность и страх. И в DAO как раз, так как люди зачастую жадные, я вот лично замечал, если брать всякие дефи-дал, там люди нацелены зачастую на получение какой-то моментальной прибыли, потому что большинство людей, они мыслят как бы, ну, в сторону своей выгоды. Так уж мы устроены. Как решить эту проблему DAO, чтобы люди как-то массово перепрошились, что ли, и смотрели в будущее перспективу не кратковременную, а вообще-то, чтобы всем хорошо было? Хороший вопрос. Там вот, соответственно, еще у нас был с вами вопрос про то, почему я анархист. Давайте я их соединю, потому что это как раз один отвечает на другой. Вот я очень коротенько сейчас, да, чтобы просто я всегда говорю на своем примере, чтобы никого просто не обидеть. Потому что когда говоришь на примере кого-то, человек может обидеться, проект может обидеться. Ну, зачем нам это надо, да? Так вот, смотрите, в 85-м году я родился. Это говорят тебе, вот знаете, у китайцев есть такое проклятие, чтобы тебе родиться в эпоху перемен. Вот в 85-м году я родился, и когда я пошел в первый класс, Советского Союза уже не было. И вот как бы все вот эти вот, все возможные передряги, они всегда были связаны с каким-то, ну, таким, типа ты же там идешь в детский сад, потом в школу, потом в вуз и так далее. Вот у меня была примерно как раз эта история. Я стал задумываться, почему люди теряют деньги. Ну, вот в 91-м году у меня была достаточно обеспеченная семья, в 92-м году она была просто, ну, в нуле, как и большинство семей, которые потеряли в гиперинфляции деньги. Да, там, по факту. И я вот стал задуматься, и потом пошел, изучил этот вопрос, и пришел к простому выводу. Во-первых, история про то, что человек жадный, и рынок жадный, она абсолютно не работает, потому что большинство игроков на рынке, они как раз не жадные. И вот в этом как раз проблема. Потому что, когда мы с вами покупаемся на эту удочку, мы начинаем работать с спекулятивным ключей. Все, что нужно сделать структурам, которые хотят там заполучить, заманипулировать, да, то есть как происходило там отжимание биткоин. Сначала отжали у криптоэнтузиастов рынок, хранили там в 2014 году, потом, соответственно, у майнеров и ICO-шников в 2018 году. Сейчас вот у больших проектов, таких как Терра, да. Соответственно, как только человек вот ведется на эту историю, он сам потом начинает думать, ну я тоже, оказывается, был жадный, да. Хотя на самом деле об этом ничего не говорит, он может вообще спокойный человек и никакой не жадный, он пошел, чашку чая себе налил, и все с этим случилось. И это вот как бы нулевая история, почему, собственно, эти две философии совместимы. Это как бы общий ответ. А теперь конкретный, что надо сделать. Надо сделать две простые вещи. Первая вещь, это мы ее проговорили, я не буду 500 раз повторяться, это сделать отвязку от фиатной корзины и перейти на взаимодействие либо через токенизированный натуральный обмен, либо через сам Манитон, такие как BTC, да. А вот вторая вещь, она чуть сложнее, она заключается в том, что люди должны понять, что ценность любой сети, да, но есть понятие сетевого эффекта, да, она прирастает с каждым новым участникам в геометрической прогрессии. Сначала в арифметической, потом в геометрической прогрессии. Это означает одну простую вещь, что чем больше у вас будет участников DAO, тем больше у вас, соответственно, это DAO будет производить. В общем-то, когда-то эту ценность поняли банки, да, и, в общем, они делают примерно ровно то же самое. Но они делают это вот в одном, в линейном, например. Ответ, как это сделать в краткосрочной перспективе? Никак, скорее всего, потому что энтузиастов в мире достаточно ограниченное число, кто готов там рисковать своими деньгами и всем остальным. Вот, в среднесрочно-долгосрочной перспективе есть два тоже простых шага, которые, скорее всего, какая-то часть человечества пройдет. Первое, это показать, что вот экономика деяния, она уже больше и будет еще больше, и, соответственно, научить людей зарабатывать деньги там. И если вы посмотрите, это, опять же, не пустые слова. То есть, можно сравнить, знаете что? Ну, давайте, аэродропы, например. Аэродропы, там, 2017 года, аэродропы, допустим, 2020-2022 года, да. Это, соответственно, две большие разницы. То есть, ЕНС там, ну, если мы говорим в долларах, все-таки считаем, да, он насыпал уже людям десятки тысяч долларов. И, соответственно, каждая последняя, уже участники понимают, ага, я пользовался доменами ЕТХ, да, и теперь мне насыпали столько, соответственно, токенов, которые стоят столько денег. Значит, я давайте буду развивать следующие дала. И это уже порождает сетевой эффект. Вот, в общем-то, уже все сделано. И второй шаг, который нужно сделать, это научиться как раз быстрее взаимодействовать с теми, кто не люди. Потому что сейчас вот это выглядит как издевательство. То есть, там есть нейронные сети, которые там могут, ну, типа, рисовать, да. На самом деле они просто помогают что-то там переделать, доделать и так далее. Есть нейронные сети, которые занимаются там датамайнингом, ну, и так далее. Да, есть вот это вот, то, что мы называем искусственным интеллектом. Ну, хотя это, может, отчасти не так. И, в общем-то, как только человек станет гуманен к существам, которые не являются человеком, да, ну, вирусы, там, черви, ну, я имею в виду сейчас в компьютере и так далее. Про живую природу, я уж молчу. И, соответственно, вот в этом плане мы все... То есть, когда появится в виде равноценного участника, соответственно, не человек, все как бы поменяется. Потому что сейчас есть эти участники. Например, АММ-боты, да, автоматический маркетмейкер. Они работают, но они для нас делают, а мы потребляем, да. Они, в них зашиты формулы, а мы как бы эти формулы забираем и с них имеем деньги, а они особо ничего не имеют. Есть там боты, которые там ходят, рэши, да, пауки, поисковики так все сделаны на индексе. Ну, они тоже с этого ничего особо не получают. Вот, собственно, осталось вот эту часть соединить. Сейчас, ну, я думаю, что, в принципе, все есть. Осталось только вот, чтобы проект какой-то появился и сделал. Отчасти это делает, например, робономика в России. Вот, она свой сегмент окучивает. Есть еще несколько проектов, но они все маленькие, а вот большого пока нет. Вот мой ответ такой. Ну, не знаю, вроде все. А что могут получать взамен? То есть мы используем ботов. Вот у нас тоже есть прекрасный бот Ева. Даже она у нас с голосом. Она у нас такая очень очеловеченная, скажем так. Я сразу задумалась, что бы нам надо дать Еве. То есть она нам помогает, она дает нам сервис. Она очень много работает. А что же нам Еве-то дать? Вот что должны получать боты, роботы? Ну, а с чем получать их работа? Да, 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 да. Просто перерывалось, я думал, все. Слушаю вас, извиняюсь. Вот что, Даш? Нет, вопрос закончен. Даш, что мы можем дать ботам за их работу? Вот так, наверное. Ну, давайте честны. Что мы хотим, чтобы давали нам за нашу работу? Деньги, да? Да, еду и, соответственно, ну, или по факту деньги и энергию, да? Вот. Деньги, первые наличные деньги, которые были созданы для роботов, это, соответственно, которые автоматически могут использоваться, это биткоины. Вот, да, digital cash, то, что написано в Сатоши. И, соответственно, деньги, вот, пока бот автоматически не может исправить деньги, соответственно, ну, вы как бы ему не платите. И второе – это энергия. Это значит, что у вас должны быть, должна быть сущность, которая будет существовать без вас. Условно говоря, вы отключите все сервера во всем мире, потом они включатся, и он, ну, как бы возродится, да? То есть он будет существовать в какой-то мере. Опять же, возвращаясь к проекту Invelop, не могу не вспомнить, что самоподписывающие, самооплачиваемые ВНФ-тышки они тоже делают. И, в общем-то, это шаг к тому, что я говорю. То есть когда у вас, ну, вот я на примере вируса это рассматривал, да, пока я в лабораторных своих исследованиях, потому что это достаточно опасная штука, если сразу дать. Но смысл такой, что вы берете, создаете вируса, скрещиваете с червем его, да, ну, код имеется в виду, вот, запускаете его, и он начинает выискивать какие-то кифровые активы, и каждую, там, десятую часть отчисления оставляет себе, этим самым оплачивает себе хранилище. Эти хранилища, соответственно, на этих хранилищах он реплицируется, и дальше начинает размножаться. Ну, и, собственно, вот так он множится во всем интернете. Убить его уже нельзя, потому что нот слишком много, надо, придется всей децентрализованной системы отключать. Ну, и поэтому система должна с ним просто смириться. Он просто, вот, он будет, и все, да. Вот. Соответственно, такую систему написать несложно. Это другой вопрос, что, ну, запускать ее, как бы, в паблик, не знаю, стоит ли такая вещь вот в моменте, но она есть. Но, с другой стороны, есть и защита от нее уже, да, там, темпография. Поэтому короткий ответ. Дайте ей денег, и дайте ей возможность существовать вне вас. Вот. Для этого, понимаете, тут есть такая штука. Это тоже про Web 3.0. Web 2.0 про потребление, понимаете? Вы привыкли нажать красивую кнопочку и получить. Все говорят про масс-адопшен и считают, что вот если мы сейчас нажали красную кнопочку, и все случилось, то это как бы вот круто, это масс-адопшен, да. А Web 3.0 предполагает другое, что ты пришел, погрузился в систему и начал что-то создавать. То есть тебя как творца. И поэтому, когда ты приходишь в настоящий адау, то ты должен, ну, сразу начать скалывать. Поэтому есть куча дау, в которых я, в том числе я участвую, да, где вообще про токен, ну, вспоминаю там в последнюю очередь, потому что его может вообще не быть. Он может быть там в виде NFT-доступа, например, какого-нибудь, да. И все. А дальше ты просто делаешь и, ну, хочешь шерсть свой, соответственно, вот в DAO Synergy, да, нет никакого токена. Существует 6 лет. И, собственно, система достаточно простая. Поделился контактом, контакт принес деньги, ты заплатил комиссию, вознаграждение. Второй человек забрал себе, соответственно, основную награду и все. Вот. И, в общем-то, может ли так жить бот? Ну, да. Вполне реальная система. Такие даже системы есть, вот, но они не про ботов немножко, в смысле, в чатах. Они про там всякие самоподписанные хранилища, вот это все история. А что нам дает эта ценность того, что бот имеет возможность распоряжаться своими токенами? Например, вот вы сказали про маркетмейкера, то, что мы ее потребляем. Но на самом деле этот код написали мы же сами для своих же нужд. То есть мы, по сути, не создали новую сущность, а создали удобный инструмент, который автоматизировал нашу ручную работу. Ну, то есть это как сделать, допустим, программу кликера, которая будет автоматически на экране какие-то кнопки нажимать, чтобы играть в веселую ферму. Ты что-то сделал, автоматизировал свою работу. Ты мог бы это делать так же сам. Ты не создал какую-то сущность, которая сама в себе имеет какую-то ценность в отрыве от человека. Ну, вот смотрите, в природе есть такое понятие, как вирус тоже. Я их много лет изучал в каком-то виде и потом на программный код пытался там перенести. Есть куча вирусов в мире, которые сами по себе вообще никакой ценности не представляют. У них даже ДНК нет, у них есть только РНК. И они могут существовать только в совокупности с какими-то системами. И вот как раз такие боты, которые встроены в экономику, они, может, сами по себе незначительны. Но когда, например, происходит какой-то сбой, они могут иметь значение. Например, можно так создать автоматического маркетмейкера, когда у вас падает система, и он потом должен автоматически восстановить балансы системы блокчейна-1 и системы блокчейна-2. Более того, это придется сделать, как только мы придем на нормальный кросс- и мульти-блокчейн. Потому что иначе все вот эти вот атаки, которые там, ну, я описывал там еще года три назад, сейчас они начали совершаться, да, на там Солану, на Терру в частности и так далее, они все будут постоянно происходить, потому что что мы делаем сейчас? Мы, ну, вот по факту, если собрать, мы делаем два, три, четыре простых тезиса. Мы останавливаем систему, потом пытаемся поменять правила, создаем хардфорд и перезапускаем систему. Либо просто перезапускаем систему. Но это, по идее, должен делать автоматически оракул. И вот, собственно, ценность его в этом. Да, вы его кормите постоянно деньгами, но по факту вы платите себе за страховку, чтобы независимый судья потом решил, ну, как это будет происходить в момент сбоя. И если их там будет, например, 10 тысяч, как нот там у биткоина, да, и плюс 10 тысяч там или миллион, неважно, то, соответственно, живучесть вашей системы вот и в этой вот мульти-кросс-механике она будет сильно увеличиваться в геометрической прогрессии. Вот это ценность. Просто к этому надо привыкнуть. То есть нам нужна масштабируемая автоматизация фактически. А что такое жизнь? Жизнь – это и есть масштабируемая автоматизация. Ну, так. Эволюционирующая масштабируемость. Ну, обычно есть такой закон перехода количества в качество. Он предполагает, что с ростом какого-то количества, достижением какой-то критической массы мы переходим в качество. Да? Все правильно. И здесь в этом плане Web 3.0, еще один тезис про него, да, он абсолютно повторяет дети природы. То есть мы по факту в Web 2.0, мы сделали централизованные ресурсы. Ну, и вообще наша жизнь там за последние 150 лет стала сильно централизованной, да, и при этом еще и оцифрованной. Вот. А если посмотреть на природу, то там централизация – это скорее исключение, чем правило. Ну, вот дерево, оно не важнее, чем волк. Волк не важнее, чем акула. Акула не важнее, чем океан. Ну, и так далее, короче говоря. Там все связи, они, как правило, горизонтального типа, да. Вот. И там приводят примеры, какие-то интересные такие примеры, которые вот, ну, никакого отношения к реальности имеют. Там типа волчья стая, да, централизованный ресурс. Но нет, потому что есть много волчьей стая, во-первых. Во-вторых, там переизбирает ПЖК и так далее. Мы просто привыкли к упрощенному консенсусу, и он вроде как работал. Но проблема, знаете, заключается в чем? В том, что еще одно направление в моей жизни очень важно – это экология. И централизованные ресурсы, они убивают экологию просто вот напрочь. Мало того, что они не видят проблем, так они еще учат людей психологии централизованных ресурсов, да. То есть, когда ты не привыкаешь не сорить, не потреблять много там, да, не там делать еще какие-то вещи, а, ну, то есть на себя берешь ответственность. А когда ты ждешь, что придет дворник, там, ты бросил бумажку, вот он придет и уберет. Это централизованная штука, да. То есть ты привыкаешь делегировать, но на самом деле ты считаешь, что вот, ну, ты же платишь деньги, ты такой большой молодец. Поэтому веб-переновлен еще и про решение вот этих проблем. Сама технология социальные, экологические, культурные проблемы не решает, но помогает. И вот это вот как раз то же самое про ботов. Сами по себе, да, они, может быть, никакой ценности не представляют. Но если мы хотим сделать эту систему масштабированной, выживаемой, открытой, и при этом еще и анонимной, ну, и децентрализованной, само собой, нам придется этим заниматься. Ну, и, собственно, мы этим занимаемся. По-моему, интернет-компьютер чем-то подобным занимается в плане создания чего-то живого. Кто занимается сейчас? ICP, интернет-компьютер проект, который никто не может нормально объяснить, что это такое. Ну, ICP, вот, на самом деле, это очень интересный продукт. Это, сегодня я говорил ребятам, это токенизированный глубинный интернет. Ну, вот, если вы когда-нибудь пользовались Onion, да, интернетом, то, собственно, если его токенизировать, то получится ICP. Это очень масштабный продукт. И вот если бы не их вот этот спекулятивный памп и дамп, да, меньшинства, то, конечно, они бы выстроили сильно быстрее. Но если уж есть Web 3.0 продукт по архитектуре, то ICP точно туда подходит. Это крутейшая вещь. Если, кстати, кто не изучал, я прям сильно рекомендую, пользуюсь ими, да. Вот с NFT у них интересные механики тоже предстоят и так далее. Да? Хорошая? Ну, да, наверное, отчасти так. Соглашусь. Да, такая распределенная жизнь цифровая. Здорово. Ну, вот у нас, кстати, к теме в чате вопрос был. Сергей, давайте посмотрим вопросы в канале. Да, да, вот. Как раз к теме. Для быстрого развития Web 3.0 какие сервисы должны развиваться в первую очередь? Нет. Приоритет. Да, для быстрого... Давайте вот нулевой тезис. Для быстрого развития Web 3.0 не надо делать ничего, он уже все разобьется. Это уже, ну, как бы такая штука. Для быстрого развития человека внутри Web 3.0 надо развивать самую главную ноду. Есть нода, которая коннектится ко всем остальным пока что. Пока что нам разрешают. Это человек. Вот, собственно, это банальная вещь, но если ее понять в этом аспекте, то она сильно не банальная. Время, когда было разделение на физиков и лириков, оно прошло все. В блокчейне нет этого разделения. Оно очень номинальное, а в Web 3.0 его совсем нет. Вот. И, в общем-то, его будет все меньше. Это первый тезис. Второй тезис. Ну, давайте по сервисам отвечу, если хочется. Я считаю, что мы прошли стадию такой дедлайн своеобразный. Сдали его с появлением вот этого хайпа 2.0 блокчейна. Ну, не блокчейнов 2.0. Блокчейн 2.0 – это эфир, да? А имею в виду хайп 2.0 блокчейнов. L1, короче, уровень. Когда Сарлана появилась, НИР, там, Кардана, Панова что-то там зашептал, Зилика и так далее, и так далее. Вот мы этот уровень прошли, и, соответственно, L1, он как бы все окей. Дальше нам предстоит долгий путь. Это мультиблокчейновость. Это перевод на уровень L2. Это создание синтетического уровня L3. Это когда у вас механики L0, L1, L2, они соединяются через какие-то инструменты, ну, вот через ВНФТ, например, да? И вы можете эту ликвидность, не переливая никуда, передавать кому угодно. Это очень сильно понадобится людям, когда они поймут, что такое CBDC, да? Центральные валюты, цифровые валюты центральных банков. Вот, соответственно, первый ответ – это все сервисы завязаны на L2 и на ЗК-механиках, потому что, ну, ЗК-механики или какие-то смежные механики, типа, там, кольцевые подписи и так далее, это все то, что необходимо для выживаемости. Потому что, ну, вот вспомните пирамиду Маслоу, да? Нам сначала надо, там, воздухом подышать, покушать, безопасность обеспечить, потом мы, как бы, занимаемся творчеством. Это, кстати, не так, точнее, не всегда так, не для всех так. Но это работает в том числе. И вот, соответственно, первое – это вот L2 и ЗК-механики. Второе – это, конечно, сервисы, хранилищ. То есть мы сейчас с вами строим, и ICP в том числе строит, большой распределенный компьютер. Мы децентрализованные компьютеры построили. Ethereum-машин, ИВМ – это, соответственно, распределенный, децентрализованный компьютер. Теперь надо распределенный построить. Что для этого нужно? Если мы берем классическую вот эту вот модель фонеймона, да, то, значит, хранилище – это Filecoin, Storch, Sia, Swarm и так далее. Это, соответственно, память. Это такие ребята, которые делали соном, да, который тоже считают скамом. Они все сделали успешно. Там есть даже форки, голем и так далее. Дальше это, соответственно, системы input, ну, ввода-вывода децентрализованные. И вот, как не смешно, не помню, как называется, вот недавно запустился этот магазин. Наш Store называется или как? Ну, неважно, типа аналог Apple Store. Вот. Он ровно об этом, что нам нужна система распределенная ввода и вывода. Соответственно, распределенные операционные системы, orbit, тут, наверное, впереди планеты всей, но ICP тоже пошел другим путем. И это, на самом деле, круто. То есть у нас есть две разные архитектуры. Это как типа Microsoft с Windows и Linux там, да, со своим эдромом. Еще есть BSD, кстати говоря, и тут то же самое. Ну, вот orbit и ICP – это две разные такие совсем архитектуры, но при том они в одну точку приводят. И, соответственно, вот мы распределенный компьютер строим, и здесь хранилище, наверное, это следующий хайп. По крайней мере, здесь много игроков, очень интересных, с очень жесткой конкуренцией, да. Ну, там Chia, вспомните, та же там, Filecoin, который является одним из самых крупных ICO и так далее. Тот же Storage там, который налепил много всего. Вот. Ну и третий, наверное, назову, что еще нужно для внедрения. Мы решили проблему бэкэнда. Он децентрализован, более-менее все. Ну, как бы там, я не переживаю за свои там биткоины, если я как бы все правильно делаю и храню, да. Вот. Но я переживаю за доступ к дабсам, децентрализованным приложениям, поэтому сейчас нужны сервисы, которые будут децентрализовать фронтенд. Это вот прям боль. Как это сделать? Несколько есть подходов. Ни один из них неправильный, скорее всего. Но как это делать, начать надо. Самый первый, простой, банальный – это сделать такой комбайн-браузер, который ты запускаешь, и как бы у тебя там раскрываются все дабсы. Этим путем пошли Opera, например, да. Второй путь – это сделать такую надстройку в браузер, куда ты, соответственно, заходишь, и там можешь с этими дабсами как-то поверх всего управлять. Главное, чтобы это была, ну, какая-то там открытая система типа Android, да. Это вот ребята там делали из Айтеры, и много кто еще пытается, но все с разных концов заходят. И третий – это, соответственно, сделать так, чтобы в конечном итоге интерфейс принадлежал DAO. То есть сейчас вот вы на децентрализован зайдете, то у них есть смарт-контакты, которые принадлежат DAO. Там Land, Estate и так далее. Вот то же самое должно случиться с фронт-эндом, чтобы его никто централизованно не мог повернуть, да. Здесь, ну, как бы перемешивается много проблем. Там проблемы сетей, но я бы сказал уже, как они там решаются, да, на низком уровне. Это очень небыстрый процесс на самом деле. Хотя, если вы посмотрите, как развивается Helium, вы тоже сильно удивитесь. Он прям масштабируется. Я вот в Грузии это заметил прям очень сильно за год они выросли. Соответственно, потребность такая есть. И там много намешано проблем, связанных с протокольной частью, да. Ну, есть вот, соответственно, классификация по оси. И, в общем, там все эти уровни надо как-то пройти. Но тот, кто придумает децентрализацию фронт-энда, он станет, ну, как там принято говорить, очень богат, да. Но на самом деле он решит самую большую глобальную проблему. Вот этого сервиса еще нет. Его не существует. Нет такого сервиса. Вот как-то и надо эту проблему решить. Вот это вот третья такая точка, которая забьет последний гвоздь в гроб централизации. Все. Даже потом можно уже отключать рубильник, да, как все хвастаются, знаете, что, типа, вот, да ваши биткоины, сейчас мы, типа, рубильник отключим, и вот все произойдет. Ну, вот в Казахстане отключили. Что сделал биткоин? Ну, некоторые связывают, что он там потерял сколько-то в стоимости. Ну, окей, допустим, что это так, хотя это не так. Вот. Но сколько потерял сам Казахстан? Сотни миллионов долларов. Вот и все. Ну, а для экономики Казахстана это как бы на минуточку большие деньги. Поэтому, собственно, да, отключить вы можете, но кто быстрее умрет, это большой вопрос. Поэтому, ну, вот три, давайте я перечислю, потому что там много всего, я могу перечислить. Хватит много. Да, спасибо. Ну, получается, по факту нам просто осталось сделать так, чтобы интерфейсы никто не мог передвигать. И они существовали и жили самостоятельно автономно. Самостоятельно автономно. Не только это, много чего еще и сделать. Ну, да, но с этой проблемой мы решим, ну, очень большой плац других проблем. То есть, это как, знаете, условно говоря, создать вот такие условия, когда вы точно знаете, что, да, у вас есть, не знаю, там, свой дом, огород, чистая вода. И, там, в случае, там, не знаю, там, от того, что деньги все исчезнут, вы все равно выживете, да. Вот это как бы вот такое минимальное условие существования. Ну, да, может быть, придется телевизор там смотреть на записи, но, как бы, окей. Тем не менее, это много, много устранит всего. Тут еще один хороший вопрос к этой теме пришел. Децентризация – это не призрак. Майн-ресурсы аккумулируются в руках олигархов. Можно посмотреть на Украину, например. И вот, кстати, тоже к теме Solana, например, там, если брать те же ICO, явно видно, что деньги лежат в руках конкретных людей. Их там довольно немного. Может быть, человек 300, может быть, тысяча. Которые на седах разобрали Solana. В итоге, сами, куда хотели, крутили курс этого токена. И не только. И в целом, если брать, да, у тоже проектов, где основаны они на токеномике. Например, у тебя есть токен, и ты голосуешь, твой голос весит столько, сколько у тебя на руках токенов. Но, по сути, все те же самые, если так смотреть со стороны, все те же самые люди двигают эту децентрализацию блокчейн, по большому счету, что и были. И когда пришли фонды в крипту, мы, в целом, это все и увидели, что теперь у нас биткоин коллерирует с S&P 500 и туда-сюда ходит. Потому что деньги одних и тех же людей, и технологии, по сути, создаются впечатление, что как бы не особо три децентрализованные. Ну, смотрите, да. Децентрализованные в ту сторону, в которую надо. Да, это вот три больших мифа, которые выгодны тем спекулянтам, которые пытаются доказать, что вот они управляют рынком. Понимаете, это как вот такой вот метод управления, понимаете. Давайте про все тезисы очень коротенечко, да, про майнинг. Майнингом никакие олигархи не управляют. Я это много раз слышал. В лучшем случае, что может сделать любой олигарх, это купить энное количество оборудования на энную сложность, которая через х момента окажется сильно меньше, потому что, соответственно, в том же биткоине сложность увеличивается, да, каждый вот этот 2016 блок перерасчитывается, и чем больше вы покупаете оборудование, чем дороже оно становится, тем все равно меньше вы в итоге получаете процент майнинга. Поэтому это большой блеф про то, что майнинг как-то там централизован. Пулы, да, опять же говорят, что централизованы через пулы. Ну вот, посмотрите, пришел, я три года, по-моему, переписывал, ну, два с половиной точно переписывался с Кембриджем, говорил им, что, ребят, смотрите, вы делаете расчет по майнингу абсолютно неправильно. Он у вас не сходится ни с какими данными, ни с количеством нот, ни с количеством там пойманных IP-адресов и так далее. Ну, в общем, вот они прикрыли свое исследование, слава богу, закрыли его, когда пошел исход из Китая. Почему? Потому что когда прошел исход из Китая, в этот же момент, мы же могли понять, сколько на самом деле было в Китае мощности, правильно? Ну, по крайней мере, диапазон. И, в общем, он в их диапазон никак не попадал. Ну, и, собственно, они поэтому эту лавочку прикрыли. Поэтому Китай никогда не управлял больше, чем половиной мощности. Это раз. А второе, на его территории эти самые пулы, они не все находятся. Просто когда майнинг, начинает майнить, ему невыгодно, особенно в России. Вот попробуйте, введите в Шодоне, да, соответственно, найти ноды биткоина. Да вы найдете там 2, 3, 4, 5, 5, ну, 10, 100. Поверьте, их сильно больше, потому что люди давно научились работать с VPN и более того с WVPN, Triple VPN, Quadra и так далее. И, соответственно, майнинг в этом плане тоже не централизован. И это доказывается как раз на опыте 2020-2022 года. Это замечательно просто, просто замечательно. Почему? Потому что с Китая уехали, закрыли. В Иране там были какие-то проблемы. В Абхазии, ну, и так далее. Короче говоря, что произошло с майнингом? Ничего. Сложность просто выросла и все. Вот. И поэтому система, она математически имеет алгоритм. Это тоже стоит. В общем, сложность это и есть. АММ-робот. И людям просто свойственно давать вот эту оценку, что кто-то там управляет рынком, поэтому вот есть какие-то там киты. Вот сейчас мы все скинем. Киты меняются. Понимаете? Все как в океане. Вот. И, в общем-то, если вы там рыба прилипала, никто вам не мешает существовать. Это вот первый такой тезис. Второй тезис, да, по поводу Салана и все остальное. Poof of Stake вообще не является в строгом смысле алгоритмом консенсуса. Это, по факту, переложенная модель банкинга и VC на блокчейн-историю. И поэтому я вам говорю, что все переходные системы, которые есть, они подвержены риску и централизованных систем, и децентрализованных систем. И это ваш выбор. Если вы хотите идти в эти системы, пожалуйста, вы можете идти, ну, и как бы работать с ними, да. Но когда мы говорим про чистый Web 3.0, у вас, соответственно, должно быть понимание, что там должна быть открытость децентрализации, да, анонимность одновременно. И, в общем-то, вы себе должны сами сделать фактор того, сколько вам нужно для децентрализации. Ну, 10 тысяч нот достаточно для децентрализации? Ну, окей, достаточно, да. Там, тысяча разработчиков достаточно, которые там что-то с гитами делают? Да, достаточно. Ну, окей, значит, вот это ваш проект. Если не подходит под эти претензии, значит, не ваш проект. Потому что Web 3.0, повторюсь еще раз, ответственность выбора лежит только на вас. Почему так происходит? Потому что централизованные системы по определению входят в децентрализованные, да. Но не наоборот. Децентрализованные туда уже не помещаются. А распределённые вообще туда не помещаются. И третий тезис. Он заключается в том, что VC капитал очень приятно думать о том, что они там могут управлять рынком деривативов, банковским сегментом, там, стартапами и так далее. Но, как показывает опыт, на самом деле ничего не происходит, кроме каких-то их взаимного убийства. Ну, то есть, если вы посмотрите, есть такое понятие, да, большая четвёрка. Вот, консалтинговая туда входит. Диоид и так далее. Когда-то там была большая пятёрка. Почему так произошло? Ну, потому что четвёрка, в общем, в кризис Доткомов договорилась, что, ну, ребят, вот у нас есть на кого свалить, да. Так же происходит с банками, так же происходит со всем остальным. Они между собой варятся вот в этом сегменте. Ну, пусть варятся. И, собственно, здесь не надо ничего делать. Просто надо ставить экономику услуг, уйти от неё. Ну, там, один процент, не знаю, на хлеб, молоко вы там оставляете, да, ну, окей. Вот. А всё остальное перевести в экономику денег. И, в общем-то, многие люди, если вы посмотрите на фон новостей, не про то, что вот там биткоин сегодня стоит столько, а посмотрите, кто за последние пять лет подключил биткоин как средство платежа, в том числе благодаря лайнсингу, да. Вы удивитесь. Это достаточно большой диапазон. И вот ошибка, например, Эквадора, ой, Эквадора, Сальвадора, она заключается в том, что он хочет усидеть на двух стульях. Вот каждый человек, который хочет усидеть на двух стульях, он, скорее всего, в долгосрочной перспективе проиграет. Потому что либо ты оцениваешь в долларах, либо ты оцениваешь в биткоинах. Когда ты оцениваешь и в долларах, и в биткоинах, у тебя будет беда. Это вот пример Терра – это просто один из таких примеров, на самом деле, на Деффе рынках сильно больше. Вот это третий тезис. И резюмируя, резюмируя, децентрализация – это никакой не миф. Есть просто системы, которым выгодно сказать, что децентрализация не существует, никогда существовать не будет. И это вообще невозможная система управления. И, ну, как, собственно, у нас понятие в русскоязычной среде – анархия. На самом деле есть такая замечательная статья, кто управляет ядром биткоина. Она рассказывает о том, как эти принципы на практике осуществляют. Все, у нас есть 13 лет подтвержденной практики про то, что это работает. На самом деле, если вы начнете дальше копать, поймете, что откуда это все пошло, то вы увидите, что на самом деле этой практики сильно больше. И обычно происходит так. Децентрализованные системы что-то создают, потом приходят централизованные, это себе, ну, забирают, отжимают. Регулирование там, деньги и так далее. И, в общем, происходит перераспределение. Но это было до достижения критичной массы и до того, как мы достигли экономики идеи. Сейчас у нас есть большая возможность себе делать вот этот залог успеха именно в этой экономике. Вообще не трогать там эту экономику услуг. Да пусть они там свои эти 85 триллионов долларов делят между собой. Это как Россия, понимаете, которая пытается регулировать биткоин. Биткоин достигал в пике там 3, по-моему, триллиона долларов. Да, вот в чем, не помню, сколько. Пиковое значение ВВП России там что-то 1,4, по-моему, триллиона. Ну, пускай полтора триллиона долларов. То есть в пиковых значениях это в два раза меньше. Все, Россия уже в принципе здесь не нужна. Так же, как и большинство там стран, понимаете. И, в общем-то, в долларе эта оценка, она показывает, ну, если уж мы хотим в фиате, да, оценить. Она показывает о том, что, ну, вот, плюньте вы на эту экономику и работайте в другой. И все, все поменяется. Ну, я шучу, конечно, но в целом так. Отлично. Да, это на самом деле так. То, что очень удобно перекинуть соответствие на кого-то другого и сказать, что я несчастный, потому что сосед неправильно на меня по утрам смотрит. Такие когнитивные получаются искажения у людей и действительно имеют на судьбу. Тут про квантовые компьютеры вопрос пришел. Давайте посмотрим. Про квантовые технологии, да. Квантовые технологии, можно ли отнести их к Web3? И если да, то какое развитие Web3 ожидается при децентрализованном развитии технологий и в какой перспективе, да. Так, ну, сразу давайте скажу. У меня есть две большие статьи на Харрифорд-лога про квантовый компьютер относительно его опасности и его преимуществ. Если очень интересно, рекомендую почитать. Я там постарался максимально сжать все, что было за последние, там, 20 лет и, ну, рассказать, как бы, на примере именно Web3.0 и блокчейн. Это первый тезис. Второй тезис. Квантовый компьютер сам по себе нет, но есть теория, которая близка мне, да, если вы там занимались квантовой механикой и так далее, что сознание – это как раз модель квантового компьютера, ну, в нашем смысле сознание, да, и поэтому у человека есть, ну, различные аберрации в виде, там, дежавю и так далее, потому что мы не существуем как один мозг. Ну, то есть вот человек, помещенный просто там условно как человек, без социума, он, соответственно, теряет эту связь с компьютером. Ну, знаете, как в аватаре, да, показывали, где они там все связаны, ну, там показывали это на образах, а я вам говорю про конкретику, вот, собственно, которую сейчас мы достигли. Поэтому квантовый компьютер с точки зрения рождения абсолютно независимого субъекта, да, от человека – это как бы большой порог. То, что сейчас это контролируется частью, ну, соответственно, организации государства, это плохо. И, соответственно, сейчас есть энтузиасты, которые пытаются как раз собрать денег на то, чтобы сделать уже технологии как бы прорывные. Но вы должны понимать, что когда мы говорим о настоящем квантовом компьютере и квантовом превосходстве, да, то дай бог, если мы это достигнем через пять лет. Это один из таких вот мифов, которые губят централизованную систему. То есть централизованную систему сказали, мы достигнем космоса там в 60-х годах, да, окей. И потом они сказали, там, дальше мы полетим, там, в 70-х годах, все, мы уже все заселим, в 80-х там просто деваться будет нам некуда, надо будет там в следующей галактике, да, заселять. Что произошло? Ну, как бы ничего не произошло, вот, потому что они там между собой сидели эти деньги делить. То же самое с искусственным интеллектом, да. Исследования 60-х годов, 80-х годов, это ровно то же самое, что делают сейчас, с небольшими изменениями, очень небольшими изменениями, но на хорошем железе для того. Вот. И поэтому с квантовым компьютером есть негативный сценарий, что может случиться то же самое, что вот этот миф нам нас кормили 20 лет, еще 20 лет покормят. Я надеюсь, что так не будет. И, соответственно, последний тезис, который я скажу, что квантовый компьютер, он очень сильно делает то, что делает Web3.0. Ну, мы каждый раз, человечество движется к чему? К некой такой справедливости, да. Что это такое и так далее, сейчас рассуждать не буду, но, условно говоря, это когда у каждого есть определенные возможности, которые он может реализовать для того, чтобы реализовать свой потенциал в труде и в творчестве. Вот квантовый компьютер, он в этом плане всех людей сильно уравнивает, и он делает доступными те возможности, которые на сегодняшний день доступны человеку только с помощью каких-то посредников. А так эти посредники будут встроены, да. То есть мы, когда говорим про Web3.0, мы говорим про, соответственно, спутанную реальность, да, когда у нас есть VR, AR, когда есть MR, когда есть реальная действительность, какие-то другие всегда виды реальности. И вот, соответственно, квантный компьютер, он способен создать другие виды реальности, когда ваше сознание будет спутано со сознанием квантового компьютера. И, соответственно, тогда вы получите полноценного субъекта, с которым вы можете общаться не только как один субъект, но и как базис человечества, как какая-то база человечества, да, какая-то нода. Вот. В этом плане мне круто. Я за развитие, собственно, этой всей истории. Вот. Тем более, что я являюсь там создателем и такого понятия, как темпография. И, в общем-то, у нее одно из следствий заключается в том, что квантовый компьютер необходим. Почему? Потому что сейчас все вычисления построены на битах, да, а там на кубитах. И, соответственно, для того, чтобы достигнуть каких-то временных запутанностей создания хронокапсул, нам нужны эти кубиты, чтобы, ну, вот эти вот спутанные состояния их поймать, да, то есть инвертировать в локальное время. Поэтому мой ответ вот такой, что это очень полезная штука. Дай бог, чтобы она появилась побыстрее. Ну да. Но, насколько мне эта тема известна, сейчас проблема интерфейсов нейроинтерфейсов и стабильности всего этого, что любой шорох в 100 километрах может что-то там натворить с этим компьютером. Да. Декагерец, да, да. Все правильно так и есть. И это реальная проблема, потому что мы пока... Там такая же проблема, как с Web 3.0. Мы идем сейчас классическим путем, да, создавая неклассические компьютеры. И вот на самом деле сейчас за последние там пять лет есть прорывы, потому что люди стали рассматривать другие механизмы, соответственно, неклассического типа, да. Вот. Я надеюсь, что вот здесь прорыв быстро случится. Ну, так обычно было, да. С механикой так произошло, то есть там люди долго-долго трудились, а потом щелкнуло и понесло. И вот здесь, я надеюсь, так же будет. Тем более мы тоже в начале столетия, да, так же как с квантовой механикой и теория относительности. Прямо вовремя сейчас все может срастись. А так все правильно, да, сказал. Очень круто. Спасибо. Ну, и вот тут тоже перетекающие вопросы. Если человек – это экосистема Web3, предположим, то что получится от своих деяний метавселенной от Microsoft? И что будет после введения Web3.0? Тут можно потихоньку переходить к теме AR, VR, микс, ну, так называемый XR, микс от реальности. И вот в этом ключе, как человек в этой системе существует и почему это круто. Да, ну вот единственное, что я… Да, я все-таки разграничиваю MR и XR. То есть спутанная реальность, она, скажем так, естественная для меня среда, а MR – это среда все-таки еще оцифрованная, да, то есть не то, что она плохая, но она просто не до конца спутанная, она немножко другая. Это нулевой опять тезис. Дальше, следующий момент. Я считаю, что есть три положительные вещи, которые точно могут случиться с приходом вот такого видения, да. Первая положительная история заключается в том, что с каждым новым точком погружения нас в метавселенную человечество развивается. Ну, смотрите, я поясню, чтобы было понятно, да. Появились книги. Когда люди стали читать книги, они поместились в метавселенную. Человек, когда читает книгу, он, по сути, не кушает там, ничего не бегает. Ну, он просто вроде как не производит никакого полезного труда с точки зрения там человека, который в поле, да, но тем не менее, как только люди начали читать книги, сразу часть общества рванула. Когда книги начали печатать, да, там, Гутенберг и так далее, 15 век, то, соответственно, у нас человечество еще выросло. Эпоха великих географических открытий, у нас эпоха возрождения и так далее. Дальше, когда мы пошли еще выше и стали, вошли в эпоху изобретателей, да, вплоть там до Генри Форда, то мы, в принципе, с вами, посмотрите, сколько произвели за вот маленький промежуток времени вообще. Дальше, когда мы вышли еще на новый уровень в интернет, ну, все тоже говорили, ну, что, какой интернет, ну, что это такая, сидишь, что-то там клавишами щелкаешь, но по факту это же огромная база данных. Сейчас, вы сейчас об этом не задумываетесь, но вы сейчас происходят гениальные вещи, да, то есть раньше ты, если там захотел рецепт блинчиков, тебе надо какую-нибудь бабушку Тоню, которая живет там 28 в каком-нибудь селе, все это пробежать, по голому льду упасть, 30 раз поцарапаться, потом прибежать уже, перехотеть эти блинчики и все. Сейчас ты просто берешь, открываешь рецепты, выбираешь, какие тебе надо и готовишь вкусные блины дома, понимаете? И это, человек к этому просто привык. Тебе надо знание, иди в Википедию. Вот Википедия это потрясающий пример анархии. Все говорят, что она сейчас там цензурируемая, 5 десятых, это долгий вопрос, я могу на него ответить, но он не совсем по теме смысла. Но смысл такой, что у нас есть база дам, куда вы подключаетесь. Одно дело, что кто-то подключается к порнохабу, другой к Вики, но это их выбор, понимаете? Не надо их в этом ограничивать. И, соответственно, вот этот первый тезис, что человечество выйдет на новый уровень абстракции. Каждая новая экономика это новые уровни абстракции, понимаете? Мы люди, такие животные, которые умеют верить в абстракции. То есть мы как бы делаем ложь во благо, то есть мы верим в государство, это же не существующая реальность. Мы верим с вами в идею добра. Ну что такое добро? Это какая-то идея там, да? Вот. Это первое. Второй важный момент. Мы с вами сможем ощущать устройство роботов и так далее. Потому что, еще раз повторяю, мы, может, вообще рождены для того, чтобы есть такая вот теория философская, она родилась, как ни странно, в Советском Союзе, о том, что сознание, что в мире существует сознание, которое просто ищет себе носителей. Ну вот были динозавры, окей, на динозаврах или мышление, ну сейчас мышление, да, получается, то были там люди, окей, на людях, вот стали киборги, окей, давайте на киборги, да, то есть не мы, мы не носители, да, мы как бы просто, который, вот мы переносчики, да, в этом смысле. И, соответственно, в этом плане мы сможем ощущать те организмы, которые сейчас, они нам не подвластны. Ну, люди скажут, зачем вот это лучшее надо, ну это какая-то ерунда. Ну, на самом деле не так, потому что, когда мы познали, что такое вирус и бактерии, человечество стало, вот прямо рвануло, да, потому что мы же придумали с вами, как с ними бороться, ну, если они плохие, мы как бы с ними бороемся, если они хорошие, мы их потребляем. Хочешь йогурт, вот тебе, пожалуйста, вот такой вид бактерий. Хочешь себе этот самый ковид, да, вот тебе, пожалуйста, вот такой вирус. И, соответственно, познавая их, мы можем, ну, понимать, как дальше двигаться в этой самой Вселенной. И вот, в общем-то, третий тезис, он про то, что есть у нас уровни, где мы можем познавать человечество. Это, соответственно, космос, да, там есть, соответственно, свои цивилизации, там мы должны сейчас как минимум научиться потреблять энергию звезды. Дальше есть океан, мы там вообще ничего не знаем, хотя, ну, странно, да, вроде как живем на этой планете, ничего не знаем. И есть, соответственно, вот спутанная реальность. Ну, раньше я называл виртуальную реальность или там цифровая реальность, сейчас пора не говорить спутанная реальность. И, соответственно, в этом есть большой плюс, потому что в человеке заложен творческий потенциал. Ну, вот я вам скажу, как отец вторых детей, что ребенок рождается, ему сразу все равно с какого-то этапа ему надо что-то делать, развиваться, кто-то больше рисует, кто-то больше читает, кто-то ходит гуляет, смотрит, наблюдает и так далее. Это человеческая такая потребность, да. И человек, это не какой-то там, как агент Смит сказал, вирус, да, человек это живое существо, которое вот привнесено в этот мир даровать везде жизнь, да, саморепликацию. И вот это три тезиса таких философских. Чисто теоретически, экономически, я уже сказал, мы получаем, соответственно, новую большую экономику. Есть еще один важный тезис. Он говорит о том, что мы сейчас встали в стопор в технологиях, понимаете, то есть, если там закон Мура и все остальное используют, сейчас печатать на платах, даже асики уже, да, столкнулись с этим, печатать на платах уже из-за вот этих механических эффектов процессоров все меньше и меньше сложнее. Память все хуже. Поэтому, собственно, были у нас в 2018 году, ну, 2018-2022 год, это помимо там кризиса, это еще и железные войны, да, то есть у нас из Китая часть перешло в США, туда включилась в эту гонку Google и другие корпорации. И, соответственно, мы сейчас вот как раз-таки совмещается с вопросом про квадратный компьютер, мы сейчас стоим на пороге того, что должна появиться программная технология, потому что современные технологии, все, они застопорились. Даже там то, что делает Тесла, она все делает на опыте старых идей, да. Электродвигатель давно запатентованная, штука просто доработанная, ну, ракеты, понятно. Я ничего против Илона Маска сейчас не выражаю, в смысле, он крутой чувак, лучше, наверное, в мире и там, все остальное. Я сейчас говорю про другое, про то, что он трудится в тех условиях, которые есть. И вот это было примерно как в 19 веке, когда, знаете, сказали, все, типа, вот лучше уже никогда ничего не будет. И после этого, ну, то есть в физике уже ничего не случится, мы будем просто там делать расчеты. После этого родилась теория относительности и потом сразу и квадратная механика. И сейчас вот должно произойти что-то такое. Но уже на стыке, получается, социальных наук и, соответственно, технических наук. Я не знаю, что это будет, но это круто. И я уверен, что спутанная реальность здесь сыграет ключевую роль, потому что у нас этого опыта еще не было. Посмотрите, как паровоз поменял живопись, да, на Тернера. Посмотрите на полотна Тернера. Соответственно, он предвосхитил весь инфляционизм и сам в него вписался в какой-то степени там, смотря, как вы на периоды смотрите. Вот. И, собственно, это сделал паровоз, потому что мы до этого не видели в таком объемном зрении. Потому что, когда ты едешь, у тебя объемное зрение становится таким, как оно должно быть на самом деле. Без движения ты этого не можешь достигнуть. То же самое касается кинематографа. И вот, собственно, здесь и новые виды искусства появляются, да. И сейчас, в общем-то, в маленьких дал, посвященных творческой инициативе, я, в общем, стараюсь людям показать, что уйдите от этой старой формы, сделайте новое содержание. Вот много прорывов. Ну, а про психологию, там, искусственного интеллекта, да, которым можно заниматься и которая не существует иначе, как в спутанной реальности. Я вообще молчу. Ну, то есть вы больше с ним нигде не познакомитесь и не изучите. Вот, ну, думаю, достаточно. Хотя там еще много. Да, очень-очень здорово. Ну, кстати, могу на себе сказать, и насчет того, что я знаю. Я какое-то время прямо буквально жил в этой спутанной реальности, в VR до крипты. Бывало такое, что там за, ну, одна была игра, VRChat, все ее знают. То, что сейчас примерно пытаются воспроизвести в крипте всякие квадратные. Так вот, там меняется абсолютно психология поведения человека. Это вот я прям четко заметил. Ты, знаешь, по-другому, во-первых, себя ощущать в этом, во-вторых, строить связи. Там все гораздо быстрее идет. И если, допустим, в реальной жизни ты познакомился с человеком, с ним там подружился, потом поругался, потом что-то еще произошло, у тебя это займет, может быть, несколько месяцев, может быть, несколько лет, то весь этот цикл в этих самых спутанных реальностях, он идет гораздо быстрее. Там это все происходит, ну, максимум где-то за неделю-две. И если ты с человеком сегодня познакомился, проговорил с ним несколько часов, потому что ты по-другому его воспринимаешь, по-другому к этому всему относишься, это действительно очень сильно влияет на мозг. И тоже к вопросу о том, как это на нас отразится немножко с другой позиции роботов. У нас уже есть костюмы, нательные нейроинтерфейсы, которые позволяют нам чувствовать что-то на расстоянии, на дистанции, какие-то новые сущности. Да и вообще мы сейчас себе можем охолот в голове прикрутить, он будет работать, наше сознание очень пластично, поэтому он будет работать только тогда, когда тебе действительно нужно себя как летучая мышь ощущать, видеть там эти препятствия в темноте. Так что да, это может очень сильно продвинуть, очень интересно. Конечно, я считаю, что любой человек с рождения мечтает разговаривать с Китаем, но технически мы сейчас это сделать не можем, а вот спутанной реальности вполне, и при том не нанося вред им. Вот в чем еще такая штука. Да? Очень крутое дополнение, согласен. Да. Так, что тут у нас еще по вопросам? Есть ли у нас еще вопросы в чате, да, или голосом кто-то хочет? Ну, у нас... Подняли такие интересные пласты тем, да, что есть о чем. Бесконечно говорить, бесконечно мы не будем, конечно же. Я думаю, Владимир тоже минус к этому причине во время, поэтому давайте вопросы. Да, задавайте вопросы. Это очень интересно все, и оно всеобъемлюще, и скорее про то, что нужно поменять себя и ускориться, скажем так. Потому что мы сейчас тоже, если немножко отходить от темы, столкнулись с тем, что наш мозг потреблял еще 10 лет назад в 200 раз больше информации, чем 30 лет назад, а сейчас-то это, наверное, уже еще можно, наверное, раз в 10 умножить. И мозг-то у нас к этому не готов, поталанус начинает ругаться, а вот сознание очень даже готово. И мы сейчас на пороге какой-то эволюционной безстройки. Если у кого-то есть вопросы, связанные с криптой, которые вас мучили, и вы хотите задать, смиксать реальность и вообще всем этим, то будет круто, потому что это на самом деле как бы это странно звучало, это все реально. Да, я, кстати, могу дополнение сделать. У нас был список. Да, сейчас пока, сейчас дополню, просто забуду. Нет, проверила списочек, мне кажется, по списку мы в основном все спросили, да. Да, да, да. На ваше усмотрение дополнительно. А вот я хотел сказать про то, что там реально, да. То есть вот если произвести слом сознания прямо сейчас, то на самом деле сейчас мы как-то с Вайтхэтом, с Римусом, по-моему, обсуждали этот вопрос. У вас сейчас появились ментальные деньги. Ну, то есть запоминая сид-фразу из 12 слов, например, вы по факту храните у себя, как Джонни Мнемоник, свои деньги. Все, вы можете не печатать эту фразу. Вы можете ее там, ее никто, по сути, не знает, система устроена математически так, что она, ну, вот вам выдала, да, и все остальное. Более того, вы можете, в общем-то, если разберетесь, вы можете сами создать либо приватный ключ, либо сид-фразу. И, в общем-то, все это запомнить и получить там свой платеж и хранить его, да. И это с точки зрения, если бы мы показали это средневековому человеку, он бы подумал, что это магия. Ну, как ты там хранишь деньги у себя в мозгу, да. Ну, то есть ты что-то там себе придумал, да. А на самом деле нет. Ты можешь в любой момент прийти, обратиться к системе и без участвующего субъекта сделать доказательство необходимое, что ты и есть владелец этих денег. Вот. И таких штук их, на самом деле, очень много. И Web 3.0, оно совместимо с таким понятием, как Next Stalking, вы просто вот как раз, я бы хотел про концу сказать, что у вас как раз механика заложена по то, что, ну, там, найди там, не знаю, она же как бы найди то, да, не зная что, принеси туда, не зная куда. В том плане, что это же можно там, ну, динамически менять геопозиционирование, да, каких-то там вот этих самых AR, VR сущностей. И вот когда человечество до этого дойдет, ну, наверное, мир точно сильно поменяется, потому что есть уже VR-бунты, да, когда, ну, типа, ты идешь, и у тебя там вся улица забита в бунте, а на улице никого нету, да. Вот. И такие, это, они просто сейчас точные решения, но рано или поздно они будут иметь значение. Почему? Потому что сеть тоже не бесконечна, она безгранична, да, но не бесконечна. Вот. Все, собственно, вот дополнение мое было. Как это можно превратить в реальный бизнес-кейс? Да. Да, отлично. Ну, если мы затронули сильно философские сущности, в которых начинает кружиться голова, нас немного возвращают обратно. Тут был вопрос. А как рассматривать ситуацию, когда при децентрализации проблема не в технологиях, а в людях? Хотя бы подверженность большинства опасным идеологиям. Недавний пример. Голосование валидаторов Джуна по отнятию монет у Китая. Это было сделано. А что, если большинство валидаторов будет за введение цензуры? Пример сеть Федиверс. Когда твою ноду могут забанить просто за то, что ты сам кого-то не сблокировал. Люди сами разрушают связь. Разрушают связь. Вот. Это очень важный вопрос. Смотрите, у нас общество. Если мы берем писемную историю, я там не беру все, что было до, потому что это очень сложно подтвердить или опровергнуть, но вот берем позитивное то, что называется, право, да, письменные источники, то мы видим так, что была абсолютная монархия, люди правили там кнутами, пряниками, все остальное, был рабоводительский строй, все это было неэффективно, потом монархия стала сокращаться, появился феодальный строй, потом она еще сокращаться, да, и вот здесь тыдыщ не рождается демократия. Что такое демократия? Ну, вот, если абсолютно без привязки к принципам либеральных, сама по себе демократия, это власть большинства, да, притом активного большинства, что важно. Ну, то есть у тебя, может быть, 25 человек проголосовало, но они проголосовали, а все остальные, как бы, а, не хочу голосовать, все, окей, они победили. Так вот, это все было эффективно, но теперь мы поняли, что и у этой системы есть неэффективная история. И вот сейчас веб 3.0 пропагандирует, что это тогда, когда может быть услышано и меньшинство. Конкретные примеры сразу, да, например, это ETH и ETC, ну, эфириум классик и стандартный эфир. После Задала Виталик Бутерин сказал, не сделал важно, а сказал, что давайте-ка мы откатим форк, и все, и как бы будет окей. И большинство с ним согласилось, но было меньшинство, которое сказало, нет, мы не хотим этого делать, они сделали эфир классик, ну, и, собственно, это, там, одна из монет, в которой я достаточно долго сидел. И все, и две системы работают. И, да, бывают плохие форки, да, бывают, там, биткоины своего, по-си господи, да, вот, и все остальное. Но, тем не менее, любая часть меньшинства может создать собственную, ну, систему ценностей. Другой вопрос, будет ли ее кто-то слушать. Ну, и, скорее всего, с манипуляциями в этом плане, вот, отвечая прямо на вопрос, бороться не надо. Надо бороться с тем, чтобы научиться в недоверенной среде искать вот этих активных людей. А как это делать? Как показал опыт, ну, по крайней мере, моих исследований, опыт последних, там, пяти-шести семьях, делать это исключительно на финансовой, ну, мотивации, да, очень плохо. Вот биткоин стреляет, стреляет не раз, почему? Потому что, а кто платит держателям над биткоином? Полностью. Сами люди. Никто не платит. Да. Вот, соответственно, когда есть элемент вот этого вот свежего, взвешенного альтруизма, когда ты понимаешь, зачем тебе этот альтруизм, ну, ты как бы не то, что вынужден его делать, но ты подключаешься к системе и работаешь. Вот веб 3.0 про это. То есть, то, что мы говорили, да, вот есть отчет по космосу, очень хороший, где рассказывается, насколько там все валидаторы, там, и остальные, короче, супер, все они манипулируют. И в космосе это еще более-менее, в той же Салане все сильно хуже, там, в DeFi продуктах я вообще молчу. Вот, поэтому есть простой тезис и понятно. Нельзя власть децентрализованную, открытую, анонимную устанавливать только через капитал. Как только это делается, ну, сразу теряется как бы вся сущность вот иной. Обязательно должна быть заклонна репутация. Вот, и поэтому, собственно, да, ну, это неизбежное зло, понимаете, но история заключается в том, что ложь, она необходима, потому что если вы будете жить в мире, где никто не будет врать, найдется один, кто соврет, и он как бы сорвет весь куш. Поэтому всегда есть маленькая ложь, которая, ну, вот, она нужна. Это вот те случаи, которые мы сейчас перечислили, необходимое зло. Надо просто, чтобы их было меньше и все. Это вот все, что надо делать. Поэтому я не вижу в этом великой проблемы. Тоже сейчас вот с Терой происходит, да, он вон сказал, что, типа, давайте сделаем форк, а сообщество говорит, нет, а мы не хотим. Вот это плохо или хорошо? Ну, не знаю. Наверное, это хорошо в том, в плане того, что люди сами как бы хотят решить. Да, мы откатились в ноль, но мы хотим вот с этим нулем жить. Мы не хотим перераспределения, да. То же самое, еще один пример, последний приведу, это трон против Стима. То есть, тоже известный пример, я тоже его постоянно привожу, но очень показательно, да, то есть, Джастин Сан решил, что если у него очень много денег, то он захватит власть в Стимите и, соответственно, навяжет новый свой блокчейн и как бы захватит самую большую социальную децентрализованную на тот момент сеть. Что у него получилось? Ничего. Ноды просто отключились, он не смог провести транзакции, потом сделали форк в Хайв и, в общем-то, нехорошо ничем, ни другим, но своего результата он не достиг. Вот сделать это в централизованном мире ему было бы сильно проще на примере Google, Amazon и Facebook. Последнее дело, где они брались к себе стартапы, выслушивали их идеи, шли быстро, все патентовали, ну и стартапы, извините за трамвайный язык, кидали. Вот. И, собственно, здесь в open source все сильно сложнее. Ты изначально открываешь код, человек может у тебя его украсть, он, скорее всего, это сделает и, более того, он может сделать там вампирский майнинг, что делали, например, с Uniswap, а потом Uniswap берут и оборачивают свою электричность в NFT и все. Все. И здесь уже у тебя возникают вопросы, как ты себе эту ликвидность перельешь. Это немножко плохо для всего рынка сейчас, потому что ликвидность не передается, но вспоминая все-таки в очередной раз про ВНВ, ребята научились и это делать. И, соответственно, вот таким вот революционным путем мы можем решить эти проблемы. Пусть они, вот еще раз, тут надо запомнить, пусть они в своей вот лужи как бы страдают, там, едят друг друга и все остальное, есть куча другого пространства, где этим можно не заниматься. И я, в общем-то, являюсь участником более уже, раньше я говорил 30, но сейчас я посчитал уже более 40, да, и разные есть системы, все они работают, все работают плохо, но это нормально, потому что мы в самом начале, человек, когда рождается, он тоже ходит плохо, ничего, потом научаются и как бы все нормально. Поэтому здесь надо списать на молодость и на эволюционный путь развития. Примеры я привел. Здорово. Ну, вот у меня спасибо. У меня тогда появляется вопрос, раз пока что еще никто не задает. Вот, допустим, возьмем среднестатистического человека, ну, даже не среднестатистического энтузиаста, которому интересно что-то новое, который горячий, такой молодой, ну, какой-нибудь студент условный, и вот он приходит крипту, и как ему в это все вкатиться? У него, вот, допустим, две задачи. Первая – это заработать денег, вторая – понять всю эту философию, влиться в веб-три, которая в будущее наступит, не отрицая его. Вот, что ему нужно сделать? Какие его шаги будут? Я всегда начинаю с нулевого шага, да, потому что так принято у систем, которые нечеловеческие, да, то есть в кодинге так в том числе принято. Так вот, нулевой шаг, надо пройти любую систему, замкнутую с нуля, без, ну, как бы, обращения к фиату. Ну, я привел пример майнинг, да, купил забитки, купил забитки. Ну, пришел один раз, ты поменял, не знаю, лучше всего, если ты, не знаю, пошел набегал там, где-то это все, да, не только степан ведь есть. Пошел там, набегал, как вот это, в черном зеркале, да, потом купил себе асик, стасика ты там себе нахолдил, сколько захотел, потом, собственно, это все ввел в дефи, и в дефи начал как-то зарабатывать и расплачиваться в кофе там где-нибудь, не знаю, в Эквадоре, в Грузии за биткоин. Ну, вот, это достаточно сложный процесс, но если без шуток, я стараюсь так жить. Вот я приехал в любое место, да, я здесь нахожусь в какое-то время, неважно в какой стране, я всегда дальше начинаю искать людей, которые готовы продать за крипту. Я просто объясняю, вот, смотри, вот кошелек, вот у меня кошелек, у тебя кошелек, я тебе перечислю и как бы вот, давай ты мне что-то сделаешь. Вот ремонт в доме там, в этом, я, собственно, делал там на криптовалюту, да. Вот это первый цикл, который надо пройти. Вот я не верю, что в этом мире что-то хорошее рождается без боли. Сейчас цивилизация наша, да, со всей своей толерантностью и туда, она стремится вот к миру без боли, но мир без боли, он убивает эти хрупкости, рождает вот этих вот хорных лебедей, если же говорить философским языком, да. Это не мой мир, я не могу посоветовать. Теперь три конкретных примера, что можно делать сейчас. Первое, это заняться аэродропами. Не сиди там на коин-листе и в каждое SEO-шко что-то заходить, а найти какую-то свою фишку, да, вот ты умеешь хорошо переводить тексты, ты умеешь писать хорошо какой-то там быстрый код, ну, и так далее, да. На баг-баунти, на обычных баунти можно очень хорошо зарабатывать и, собственно, это, ну, как бы работает история. Дальше, соответственно, есть система 4К, мы ее когда-то придумали, команда концепт, коин-код, 4 сущности, которые надо оценить. Берешь любые топ-300, из них берешь там 30%, которые тебе нравятся по каким-то критериям, и просто начинаешь в эту систему, ну, смотреть, какие системы из этих пересекаются и в чем. Ну, пример приведу, чтобы было понятнее, да. Например, есть эфир, а у него есть, например, L2, да, и дальше вот L2 есть там лупинг, есть оптимизм, есть ЗК всякие, раллапы другие, есть арбитрум. Ну, здесь надо просто понять, вот они все делают, каждый по-своему, где они пересекаются, где та точка пересечения, которая вот, ну, будет общая, понимаете. В DeFi-Rank, например, те же AMM-боты, это была общая точка. Дальше ты просто по этой точке находишь, собственно, проект и начинаешь просто в него вкладываться, если ты уж хочешь заработать. пример как-то, еще один, One Inch, да, вот они так появились, они нашли, что, о, смотрите, блин, есть столько разных проектов, а где найти оптимальный вариант? Ну, давайте это автоматизируем. Вот они нашли эту точку пересечения и, собственно, на этом построили бизнес. Здесь все то же самое ровно. Третий пример, как можно сделать, легко начать, это история, связанная про то, что, с чего я начал, что Web 3.0, Blockchain и так далее, это не только про технологию, но еще и про философию, про культуру и так далее. Сейчас никто еще в мире не умеет объединять гуманитариев в Web 3.0. Все только учатся. Технореи научились. Тех, кто в переходной фазе, ну, я имею в виду, те, кто понимает экономику, соответственно, они чуть-чуть понимают математики, значит, они в переходной фазе, да, научились. А вот чистых гуманитариев, человеку, которого, вот как мы себе представляем, да, там, свободный художник, или там, например, писателей, или, ну, и т.п. Еще нет. Есть банкрес, да, которые делают там, пишут тексты и так далее, но там более-менее понятная операция. Вот текст, вот тебя оценили, ну, ты как бы пошел, да, окей. И такие какие-то маленькие сущности есть, но вот это вот глобальная автоматизация творческих процессов и, соответственно, их токенизации, их еще нет. Пожалуйста, вот берите, делайте любую. Что вы хотите, архитекторов соединить, да, пожалуйста, с инженерами, например. Вот будет замечательная DAO, да. Ну, это вот три примера. Да, спасибо. Мы в PH этим занимаемся на самом деле. Это довольно непросто, но интересно. Все непросто. Как я и сказал, все через боль. Так, вопрос у вас? Да, последний вопрос. Последний вопрос, да. Как будет обеспечено... Секундочку заканчивать. Конфиденциальность персональных данных веб-3. Такой вопрос действительно важный. Смотрите, еще один великий миф централизации о том, что нужна конфиденциальность персональных данных. Во-первых, вы должны понять, что есть анонимность, есть приватность, есть конфиденциальность. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но если вы хотите этот пласт изучить, вот поймите, что это три разные сущности, да. И, соответственно, веб-3 построен еще раз на открытости. Одновременно анонимности и децентрализации. Они неразрывно существуют. Их можно использовать по отдельности, но тогда это не веб-3. Это первое. Второе. Соответственно, история заключается в том, что поскольку вы обладаете транзакционной репутацией, вам вообще никакие персональные данные оставлять не надо. Опять же, когда я это говорил лет 5 или 7 лет назад особенно, было много всяких споров, но сейчас есть конкретные примеры. Самый простой это метамаск. Вот у меня есть метамаск. Там обозначено миноскоп.етх. Я могу на любой дабс зайти в этой, и более того, уже не только в эфире, а вообще в любой ИВМ-совместимой сети. И я буду участником этого. И никого не волнует, кто я, Владимир Попов, где я же родился, сколько же, никого не волнует. Все. Их волнует, как я приношу пользу их системе или не приношу, понимаете. Вот. Потому что персональные данные, это, когда вы передаете их в какой-то там ресурс и так далее, это система вашего управления и подавления. Потому что вы, когда передаете, вы в принципе соглашаетесь на то, что вы будете оцифрованы, открыты, но обратной связи у вас не будет. Проблема в том, что централизованные системы, они говорят, окей, мы за открытое общество, мы за там закрытые выборы, все остальное, но вы, это всегда будет однонаправленный процесс. В ту сторону вы ничего не сделаете. Вот. Веб 3.0 так не играет. И третий тезис, который надо понимать, что, еще раз, ответственность, поскольку лежит на вас, то здесь простой тезис. Ваш приватный ключ, это ваши персональные данные. Ваш приватный ключ, это ваши деньги. Соответственно, веб 2.0 столкнулись с какой большой сложностью? Данные срываются постоянно. Потом взламываются аккаунты, банки и так далее, и у людей похищается огромное количество средств. Но люди об этом не знают, потому что, ну, многие говорят, ну, какие банки там взламывают? Да ничего не взламывают. Потому что банки делают все, чтобы вообще это не видеть. Но я как юрист просто участвовал во многих делах. Меня там в 2015 году самому взломали, часть, очень маленькую часть денег вывели, я 2 года судился, все себе это забрал назад, и я тогда познакомился с тем, сколько через пуфинг ломают, соответственно, банков и так далее. Огромное количество и число, да, и кардин до сих пор жив и так далее. А веб 3.0 говорит о том, что ты научись один раз, да, себе систему ценностей, свою диверсификацию построить, и в общем-то все, мы тогда весь остальной бассейн отстроим себе сами. Вот ты окажись внутри крепости, а крепость мы как бы поставим, да, и поэтому здесь речи ни о какой персональных данных нет, здесь как раз таки вот спутанная реальность и, соответственно, спутанная сущность. Есть большая тема, о которой можно когда-нибудь поговорить, это автономный аватар. Вот, собственно, то, что мы сейчас с вами создаем, это полуавтономный аватар. Соответственно, никакие персональные данные там не нужны. захотите вы им делиться? Да, пожалуйста, отдайте, живите с этим. Не захотите, но не надо, никого, в общем-то, они не волнуют. Они волнуют только централизованной системой. А я уже сказал, что к Web 3.0 они имеют очень такое одностороннее отношение. Поэтому, надеюсь, ответил на вопрос. Не стоит, короче, заморачиваться. Вот так, коротко. Ну да, кстати, вот сегодня буквально презентация Авроры была, Аврора плюс, EVM, которая имеет собственный блокчейн и соединяет НИР и Эфир, они вот как раз-таки создают, как вы сейчас сказали, это общество, где не нужна будет никакая персонализация. Вот есть будет такой цифровой транзакционный след. Будут бесплатные несколько там транзакций, которые ты можешь в этой сети проводить. Можешь там участвовать в чем, можешь получать какую-то прибыль за свои действия, можешь там подключаться, что хочешь. Вот у тебя есть Аврора плюс, аккаунт, метамаски. Все. Тебе этого достатут. Все. Тебе этого достатут. Твои движения в крипте, они как бы и создают тебя. Некий такой цифровой след. Бартики это делают, да. Ну да, да. Много разных продуктов. Но это, опять же, все достаточно сыро, но уже круто. Ну то есть даже это круто. Ну да, раньше мы отправляли паспорта для того, чтобы на Куинлисте поучаствовать в сейле. Кто-то до сих пор от нас это требует. Или фотографии рядом со своей квитанции за квартиры. И самое главное, что это не помогает. Вот люди задали правильный вопрос в Терри, что окей, в Бинансе есть KYC и все остальное, но как так случилось, что там отмыли сотни миллионов долларов и никто ничего не знает. То есть она не работает, это однонаправленная система. На вас надавить, вас посадить там и все остальное, не дай бог, да, окей. Но когда вы захотите забрать свои деньги, неважно откуда, из банка, из государства, у вас это не получается. Субъектная репутация не работает, она однонаправленная. Вот когда люди это поймут, им станет легче жить, никакие персональные данные не будут волновать. Ну и что, что я Владимир Попов? Я как-то летал в самолете с двумя Владимира Поповым. Мне так посчастливилось родиться, да, Иванов и Ивановых меньше в России, чем Владимир Попов. Ну окей, пусть ищет. Пусть ищет каждый своего, так сказать. Да, кстати, это забавно, когда такие девиации происходят в реальном мире. У меня пример такой есть. Я забыл один раз, что у меня на аккаунте там в Яндексе фамилия Лисицына. Я себе забронировал отель, прихожу у него, а там по какой-то счастливой случайности у меня не стали просить документы, что-то такие спрашивают. Вам Лисицын забронировал номер? Я такой, ну да. Они такие, ну ладно. То есть получается, сущность, которая не существует, но которая имеет там какую-то свою ценность информационную, там, денежную, она произвела какие-то действия в реальном мире. Если смотреть на это с какой-то философией, то это довольно забавно и очень даже похоже на тот самый Web3. Ну конечно. Поэтому люди не могут понять ценность, философскую ценность NFT. Они могут понять стоимость, да, но они не готовы оценить философскую ценность, потому что они до сих пор не понимают, что раньше можно было цифровой объект реплицировать до бесконечности. А сейчас NFT реплицированный единожды, это уже все. Максимум это коллекция, но все равно будет смешан в NFT. Когда человек это понимает, у него происходит в своем сознании, и он такой, ох, да. И вот в этот момент он понимает, что он может засадить настоящими деревьями спутанную реальность. Вот здесь уже все случается. Да. Мы в Аркона строим целый мир, где каждый влияет. Поставишь свой дерево в реальном мире, это видно. и это будет твое дерево, и никто его не отберет. Да. Вот. Собственно, об этом разговор. Спасибо. Очень хорошие вопросы, хорошая аудитория. Я на самом деле рад, что сегодня не только мы коснулись спекуляций, потому что об этом, ну, мне скучно, честно скажу, разговаривать. Вот. Это, конечно, тема красивая про спекуляцию, но она достаточно узкая и неинтересная, потому что, как правило, в ней никто не разбирается. Вот. Я вам открою секрет, что богатых людей в мире очень мало. Вот. По-настоящему богатых. Я сейчас не про духовные там ценности и все остальное, я про чистые материальные вещи. То есть, когда ты начинаешь общаться с венчурными инвесторами, ты понимаешь, что денег на самом деле как правило у них нет. Они управляют большими деньгами, но у них, у самих, как правило, деньги очень ограничены из-за разросшегося потребления. Это вот те самые сломы, которые происходят. И это очень хорошо, что у вас есть такая думающая аудитория. Вопросы и вашей аудитории мне понравились. Спасибо. Спасибо вам большое. Было очень. Мы очень рады, что вы у нас были. Я думаю, что, да, может быть, мы как-нибудь еще раз вас пригласим, какие-то еще темы затронем, потому что ваши обширные знания фундаментальные, они очень интересные. Много что за скобками осталось. Может быть, мы подготовимся аудиторию почитать ваши книги. Мы будем еще интереснее задавать вопросы. Рекомендую вам сделать это осенью. Плак. Да. Осенью нас ожидает много интересных завершений. Там будет о чем поговорить в середине нашей осени. Спасибо всем. Спасибо. В середине осени. Спасибо. Спасибо всем, кто был. Спасибо большое, Владимир, Сергей. Всем хорошего вечера. И мы эту запись положим на YouTube, чтобы те, кто не смог присутствовать, смогли прикоснуться к интересным мыслям и знаниям. Да, было очень интересно. Всем спасибо. Давайте развиваться дальше. Совершаем. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...